Егор Григорьевич! Ого, ого, ты, ты, Женя, господи, да я трохи прикорнув, бо ци интервью меня так вымотают, кошмар, ого. Лучше бы вы так на интервью спали, вместо того, чтобы на вопросы отвечать. А шо таке, я там все нормально сказал на том интервью, я ж цей, оральный искуситель. Искусный оратор? А я як сказал? Вы смотрели свое последнее интервью в новостях? Женя, як шо я буду смотреть все свои интервью, то хто ж тогда буду работать? Ты шо, я ж работаю. Егор Григорьевич, вы говорили фразу «цветет и пахнет». Конечно, говорю, це про нашу замечательную область, шо она у нас цветет и пахнет, вот такая она у нас. Да? А в эфире было вот так. А скажите, как у вас обстоят дела с преступностью? Она у нас цветет и пахнет. А як це вони зробили? Це шо, мій брат-близдец? Нет, Егор Григорьевич, это монтаж. У меня шо, є брат-монтаж? Нет, это видеомонтаж, когда вопросы меняют местами с ответами, понимаете? О господи, шо це таке буває? Вы говорили фразу «и в хвост, і в гриву». Говорив, ну, я говорив це про корупціонерів, шо мы їх і в хвост, і в гриву. Да? А ваші избиратели увидели вот это. Скажите, а как вы относитесь к проституції? І м'єл я їх і в хвост, і в гриву. Не, ну, у мене, конечно, ну, таке було, але я їм про це не розказував. Ой, мамочки... Що? Що такое? Вони ж там і про геїв питали. І що ви їм відповіли? Що? Я сказав, що в моєму окружені таких немає, і середі моїх знакомих таких бать не може. Да? А вот як було в ефірі. Скажіть, а середі ваших знакомих є геї? Ой, багато. Практично всі депутати горсовета. Та шо говорить? Я і сам в перших рядах... Це ж я казав про те, хто бореться з корупцією. Ой, божечки... А куди ж вони про цих геїв поставили? А вот, далі. А середі ваших знакомих є ли чесні чиновники? Серед моїх знакомих таких нема, і в моєму окружені таких бути не може. От падли, ай-яй-яй-яй. Ви розумієте, от таким вот монтажом вони понижають ваш рейтинг. Ви розумією. А шо ж його робити тепер? Ну, што поділаш, це політика. Тут треба бути внимателем, що ви говорите. Йогор Григорьович, щас фейків більше, ніж правды. Фейків? Да. Слухай, Женечка, а помніш у тебе фотографії двугодичной давності? Ну там де я нібито з проститутками, нібито в своїй сауні. Може, то тоже фейк? Да нет, це правда. Хоть ми і сказали офіціально, що це фейк, але тільки тому, що ви год спустя запостили на фейсбуці фотографії з цими жінчинами. Я не виноват, це фейсбук, зараза, така. Говорить, поделиться воспоминанням, а я як вспомню, я хорошо був. А-а-а! Ну і класно! Ай-яй, дурак! Вот видите, надо быть внимательним. Такой монтаж может очень сильно і очень негативно отразиться на вашем рейтинге. Так а шо ж грубитый, а? Клин-клином будем вышибать? Це як. Щас придуть журналисты з оппозиційного канала. Не надо! Вони же испортят все! Ничего они не испортят. Я буду, я буду рядом. Я буду тут спрячусь за столом, да? Если они будут задавать каверзные вопросы, вы ручку уроните, и я вам подскажу. Хорошо? Вот тут я спрячусь, они меня не увидят. Вот тут? Да. Егор Григорьевич, к вам журналисты пускать? Пускать? Конечно, пускать, Егор Григорьевич. Ещё раз. Только когда сложные вопросы, тогда роняйте ручку. И постарайтесь однозначно не отвечать на вопросы. Типа «да» или «нет». Это проще всего монтируется. Понятно? Да. О, то есть «нет». Ой! Нет! А шо казать? Мило улыбайтесь, кивайте, отвечайте размыто. В крайнем случае вопросом на вопрос. Ага, понял. Понял, господи. Заходьте, будь ласка. Здравствуйте. Мы немножко опоздали или всё в порядке? Как сказать? Как сказать? Ну, тогда мы можем сразу начинать. Я могу присесть? Могу ли я вам запретить это сделать? Так. Для начала представьтесь, пожалуйста. Нам нужно, чтобы вы представились на камеру. Да-да, вы. Туда. Егор Егорович Жаланов! Что, простите? Егор Егорович Жаланов! Ой, извините, но ничего не понятно. Ой! Ручка моя любимая упала. Зараз, секундочку. Шо отвечать? Егор Егорович, представьтесь! В этом ничего страшного нет. Ага, они вону потом подставят. Шо у вас тут по геям? Кто у вас главный? Егор Григорьевич Крутоголов! Кто у вас всё украл? Егор Григорьевич Крутоголов! Они так не подставят. Это слишком в лоб. Не переживайте, подставьтесь. Здравствуйте, Егор Григорьевич. Здравствуйте. Значит, вы Егор Григорьевич Крутоголов, мэр этого города. Ну, тут так написано. Егор Григорьевич Крутоголов, мэр этого города. Забейте, это вы сказали. Чувствую, интересное у нас интервью получится. Итак, Егор Григорьевич, вы уже два срока возглавляете этот город. Всё верно? Секундочку. Шо, красави? Скажите, возглавляю. Ага, а потом буду гей-парады проводить? Возглавляю. С коррупцией боретесь? Возглавляю. Егор Григорьевич, в любом случае, они так не сделают. Постарайтесь ответить положительно. Ответ положительный. Но у геев и коррупционеров, главное, не я. Очень смешная шутка. А знаете, я как раз хотела спросить, а вот до того, как вы получили такую высокую должность, чем вы занимались? Секундочку. Тут размыто не получится. Постарайтесь аккуратно уйти от ответа. Ой, Егор Григорьевич, а вы куда? Аккуратно ухожу. Ну, у нас еще не закончилось интервью. А, да, я уже думал, закончилось. Время летит, время песок, время вода. У вас все в порядке? Во! А. Вы знаете, нам очень часто задают наши телезрители вопрос. Вы ничего запрещенного не принимаете? Откуда они знают? Немедленно вынырнете из-под стола и скажите, я никогда в жизни не употребляю наркотики. А вдруг они подставят? Не подставят. А вдруг они подбросят? Не подбросят. А вылезайте, да вылезайте. И так пауза затянулась. Я наркотики никогда в жизни не употреблял, и употреблять не собираюсь. А, я так и поняла. Я даже уже не знаю, что и спросить после такого заявления. Обычно после этого что-то страшное спрашивают, что ей еще и сказать. В таком случае используйте слово «паразит». Это усложнит монтаж. Ага. А, ну вот, давайте этот вопрос. Как вы относитесь к нынешнему президенту? Ведь вы же не входите в его политическую силу. Ну, он паразит-молодец, конечно. Там, ну, там, в баскетбол грая паразит. Пошту разносит паразит. Реформы всякие разносит. Паразит такой. Скажите, а как, по-вашему, в нашем городе обстоят дела с дорогами? Только давайте я у вас ручку заберу, а то она все время падает. Ёханый бабай чуть голову не разбил. И дороги у нас, Ёханый бабай, чуть голову не разбил, когда ехал. Ага. То есть вы признаете, что с дорогами у нас полный аврал? Чё ж, да хватит на меня все скидывать. А шо вы на меня все скидываете? Я тут на один работаю. Так, подождите, но ведь дороги, это же ваша зона ответственности. А шо дороги-то, наша зона ответственности? А с кем вы там все время разговариваете? Ни с кем, вам показалось. Все, она нас раскусила. Идите себя естественно. Не настолько естественно. Если будет сложный вопрос, делайте резкие движения. Так монтаж станет заметен. Так, Егор Григорьевич, как вы считаете, тарифы за транспортировку газа для населения, они вообще справедливы? На этот вопрос я не могу конкретно ответить. Сначала нужно провести экспертизу, созвать комиссию, а уже потом, потом я вам смогу на него ответить. Я поняла. Спасибо вам за информативное интервью. Обращайтесь в любое время. Ага. До свидания. До свидания. Дима, срочно в эфир. Ну шо, ну шо, як ты думаешь, як я справився? Не знаю, узнаем из новостей. Ага, шо там. Сказали, в эфир пойдет сразу. Срочные новости. Наверное, интересная тема. А ну, а ну, а ну. А ну, давайте на экран сейчас выведем. Экстренные новости. Наши корреспонденты получили подтверждение, что мэр города принимает наркотики в рабочее время. Представьтесь, пожалуйста. Паразит. Егор Григорьевич, как часто вы употребляете наркотики? Вы сейчас под наркотиками? На этот вопрос сложно ответить сразу. Сначала нужно собрать комиссию, потом вызвать экспертизу. И только тогда, и только тогда я смогу ответить. И последний вопрос. К вам можно обратиться, если понадобится достать наркотики? Звертайтесь в любое время. Все. С этого момента я не мой мэр. Боюсь, что после этого интервью вам недолго осталось быть мэром. Я при чем здесь? Егор Григорьевич, это вы все. Егор Григорьевич, а это нормально, что мы на Мальдиву летели, пока в стране чрезвычайная ситуация? А что там за чрезвычайная ситуация? Знову кто-то на крышу выперся, чи шо? Да не, опять снегу навалило. О, снегу навалило. То у нас кожного урока такая ситуация. А мы здесь с тобой для чего? Ну я говорю, бухать, отдыхать, бухать. Толик, мы здесь для того, чтобы думать, как помочь людям. А, понятно. А ты о людях вообще не думаешь? Чего это я о людях не думаю? Ну стоишь и загораживаешь мне солнце, Толик. А, это солнце? Ладно, пойду покупаю. Иди, иди, иди. Господа, давайте начнем совещание. Из-за сильного снегопада у нас критическое положение в 20 областях. Да, 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 но я могу смело уверить, что каждый наш кубернатор работает, жертвуя сном. Да, почему в таком случае разрывается горячая линия? Хорошо. Если вы хотите убедиться, давайте позвоним любому из губернаторов. Отличная идея. Давайте наберем Крутоголова. Вы уверены, что Крутоголова? Да, давайте именно Крутоголова. Если у них нормально, то во всей стране хорошо. Вы же знаете, у них самая безответственная область. Но вы думаете, он на месте? Да я уверен, что он на рабочем месте. У него же подписка о невыезде. Алло. Алло, Егор Григорьевич? Ну? Говорить можете? С утра еще не мог ходить. А сейчас трохи отошел. Могу вошел. Ну как вам зима? Да зашибись. Лучшая зима в моей жизни. Подождите. Как у вас с погодой? Так класс. Повезло. Вчера, правда, ветер дул, а сегодня солнце шпарит, что глухо не мое. У них даже с погодой бардак. Скажите, температура какая? 36,6. Да не у вас, на улице. А, на улице? 35, бывает 40, а что? Господи, минус 40. Ну это же просто ужас. Катастрофа. Поэтому разрывается горячая линия. Я не понял, а это кто? Это Олег Петрович из министерства. Скажите, вы на работе? Уже да. Егор Григорьевич, мы наберем вас сейчас по видеосвязи. Я так понимаю, у коллег есть вопросы. Да, да. Толик, Толик, Сос, Сос. Уже идут, уже идут. Не тот, не тот, не тот. Девочки, не тот. Скайп, скайп. О, Сос. Толик. Ой. Лопату, быстро. Лопату, лопату. Лопату. Доброго дня. Вообще-то, 3 часа ночи. То я то заработався. У нас тут таких снегопад. Все занесло, геть вообще. В общем, надо идти из них убирать. До побачення. Да подождите, куда? Вы же только что говорили, все в порядке. А, то я то... То я до того, как у меня сосулька по голове... Подождите, подождите. Слушайте, ну это же не ваша работа. Вы же должны контролировать работу коммунальных служб. Ну да. Но эти ж службы требащие откопать. А почему вы в шапке? У вас что, там не топят? В натуре. Да топят, так топят. Все, отдыхнуть сложно. Фу, блин. Егор Игорь Игоревич, поднесите ноутбук к окну. Шо-шо, вы кажете? Можно к окну. Ну, к окне, конечно, что вы меня спрашиваете. Поднесите ноутбук, чтобы мы видели улицу. Конечно, сейчас. Вот, ты-ты вы, вот как тут у нас топят. Что ж ноутбук расплавился и прилип. Вот так вот у нас топят, да. Шо-шо-шо? Кто у нас такой сладенький? Ты мой пончик. Ты мой пончик, сулак. Это кто такая? Это секретутка, секретарша моя. Иди, я через часик подойду. А у меня вообще-то оплата почасовая. Да помню. Так, подождите, вы что, почасовой платите? Вот такая у нас в области высокая зарплата. Так, я не понял, это еще кто? Сайм массаж нау. Релакс. Ну, массаж нау, ну, массаж нау, ну. Кто это? Это... Кочегар наш. Вот кто у нас тут топит так, что аж сам обуглился. Да что за шуточки? Кто это такой? Он еще же по совместительству мой заместитель по снегу. Заместитель по снегу африканец? Да. Вот вы в Африке снег бачили? Вот и у нас не будет. Он и там что-то про этот снег знают. Гоу, гоу, лейтер, массаж, лейтер. Егор Григорьевич, я в туалет хочу. Стой, Толик, стой. Если эта стена куда-то пойдет, то мы сейчас с тобой вдвоем обостремся. Егор Григорьевич, с кем вы там разговариваете? С вами, Тики, с вами. Так, я не понял. Это что такое? Вы что, пьете на рабочем месте? Не, вы что так и кажете? То это директор нашего водоканала. Принес образцы воды для пробы. Не, подождите, а почему она такого цвета? А це у нас в Ингульском районе у нас глиною йде. Ну, быть можно, быть можно. Но, честно говоря, лучше, лучше, конечно, у нас из Центрального района. Там практически артезианская. Вы закончили? Что вы делаете? О-о-о-о! Да я, той, соль пробую. Мы тут чем попало улицы не посыпаем. Все равно так это закусить. О-о-о-о! Подождите, это что, омар? Нет, о, символ Нового Рока. Символ Нового Года, это желтая собака. Ну, собаку якось негуманно. Мы поэтому омара сварили. О-о-о-о! О-о-о! О-о-о! Передаете, а мы сразу на покрашене. Да. Егор Григорьевич, сейчас снег тает, начнет. Будете в луже сидеть. Толик, лучше в луже, чем в прокуратуре. Егор Григорьевич, какая ситуация на объектах? На каких объектах? На ваших стратегических объектах ситуация какая? А у нас же есть стратегические объекты. Егор Григорьевич, с кем вы разговариваете? С президентом. Я с ним завжди советуюсь. Так, я повторяю, ситуация на объектах какая? Сейчас узнаем. Други-други, ответьте первому. Други-други, первому, прием. Ну, что там? Зараз антенну поправлю. Ну, это я, что ли, другий? Ну, что я, что ли? Други-други, прием. Перший-перший, это другий. Все в порядке, работают. Вот, значит, работают. Что, один человек, а где остальные ваши люди? Сейчас узнаем. Третий-третий, ответь первому. Третий-третий у нас трохи туповатый. Все доброе, что я, другий. Егор Григорьевич, уточните, как ситуация со снегом. Сейчас уточним. Что там за ситуация со снегом? Что, снег? Сейчас будет. Сейчас будет. Вот, брат, как ты спросил. Лучше снега. Это что, у вас там наркотики? Вы вообще нам охренели? Да вы что? Это демонстрационный снег. Для демонстрации работы коммунальных служб. Вот, смотрите, снег идет, 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 идет. Потом выезжают бульдозера и подравнивают все вот это вот так аккуратненько, аккуратненько, прямо под бордюрчики. Потом, значит, мы взяли гроши, что вы нам дали на покращение и купили на них снеговсасывающие машины. И вот так машина идет, и рация убрала дорогу. Мы потом смотрим, а чего и кольцевую не сделать. Она. Срубили кольцевую, смотрим, что есть мощность отойти до Киева. И пошли, пошли, пошли. Аж до Бориспоя. Аж до Бориспоя мы уже полетели. Егор Григорьевич, с вами все в порядке? Такого снегопада, Такого снегопада, Давно не помнят здешние места. Заработался человек. А снег не знал и падал. А снег не знал и падал. Егор Григорьевич, вы молодец, продолжайте в том же духе. Отдохните обязательно. А, снег. Вот видите, а вы переживали. Мы можем контролировать всех этих губернаторов, отдыхая на Гоа. Все, ребятушки, мне как-то... Шалом в вашей хате. Можно? Здравствуйте, вы по какому вопросу? Мне надо оформить израильский паспорт. Вы хотите гражданство? Не-не, гражданство не надо, только паспорт. Зачем вам паспорт без гражданства? Я, честно говоря, не знаю. Я первый раз работаю в Кабмине. Просто смотрю, у всех наших есть. Ну, я думаю, ну шо я лошара, шо ли, позорный. Вот и при чём. Так а при чём тут израильский паспорт? А я шо не сказал? Я ж собираюсь стать премьер-министром Украины. Ну, и при чём тут паспорт Израиля? А я думал, это обязательные условия. Нет? Извините, пожалуйста, вы хотите стать премьер-министром? Да, хочу, так сказать, наследить. Что? Ну, оставить за собой след в истории Украины. Хочу для всего нашего народа поставить дверь плача. Может, стену? Не-не-не-не-не, стену тут уже один попередник строил. Когда люди узнали, сколько она реально стоит, рыдали все. А я вот эту дверь поставлю, бронированную такую, и ключи только у меня. Стена плача – это древняя реликвия. Возле неё стоят люди, молятся и что-то просят. О, у нас такая же, возле Кабмина есть. Люди тоже стоят, плачут, что-то просят, только не понимают, что разговаривают со стеной. А у меня будет дверь. Так, я понял. Скажите, пожалуйста, есть ли у вас какие-либо основания на гражданство? Ну, конечно. Сейчас показывать? Да, конечно. Оно вообще-то там не совсем зажило, ну ладно. Что вы делаете? Вы же сказали основания. А, шо, этих недостаточно, шо ли? Нет, конечно, это у нас вообще не обязательно. Это по желанию. Блин. То есть можно было не делать, да? Ох ты ж, чёрт. Я так понял, это все ваши основания? Нет. Я же ещё фотки принёс, три на четыре. Во. А фотографии нужно делать лица. А, ну ладно, я тогда завтра донесу. Ух ты ж. Как вспомню, так вздрогну. Вы знаете государственный язык? По-гаптически. Ну, а правда, иногда забываю, что я его знаю. Но я стараюсь. Стараюсь. То, что вы картавите, это не означает, что вы знаете язык. Да ладно, я был в Израиле, а там почти все так разговаривают. Ой, извини, извини. А, да. Так, значит, передай этому поцу, что если его шалава на халяву не отдаст документы, я возьму свою ксиву, приеду, устрою там такой шмон, что кипиш будет в три раза больше. Давай. Ну, я вижу, идиш вы кое-как освоили. А, это был идиш? Да, но иврит, он гораздо сложнее. Подожди. У вас что, два языка? Два. Подожди. Ну, первый я понял, надо картавить. А второй что, заикаться? Иврит, это древний, сложный язык. В нем, например, нет гласных букв. Тю, так и в украинском тоже полно таких слов. Вот, например, петене пенеха, ни одной гласной. А как звучит? Песни можно петь. Продолжим. Все граждане Израиля обязаны служить в армии. Я служил. В израильской армии. Ну, может, не в израильской, но практически. У нас прапор был евреям. В армии страны Израиль. Ну, а есть ли у человека травма? Ну, есть, конечно, исключение. Какая у вас травма? Ну, вот, смотри, я же тебе показываю. Сядьте. Родственники евреи есть? Почти все. Умные, богатые, жадные. А вот как денег одолжить, так ни у кого нет. Ну, чем не евреи, а? В Израиле родственники есть? А что, надо именно в Израиле? Ну, в вашем случае это необходимо. Сейчас решим. Слышишь? А найди-ка мне какую-нибудь израильскую бабушку. Сколько? Десять штук за какую-то бабушку. А нету такой же бабушки, только какой-нибудь литовской, под каким-нибудь эстонским дедушкой. А долго вот этот паспорт оформляется, потому что у меня сегодня самолет на Тель-Авив? Сегодня? Ну? Ну, вы знаете, все относительно. Один наш коллега водил евреев в пустыне 40 лет. О-о-о. Не-не, это долго. Есть какой-то срочный вариант? Ну, единственное, мы делаем исключение женщинам, потому что женщин в Израиле меньше. Если бы вы были женщиной, то... Не, я, конечно, могу метнуться еще раз к хирургу. Мне там, в принципе, до женщины недалеко осталось. Ну, надо же понимать, за что мы боремся. Там много уже наших, чтобы бизнес замутить там, или что? Ну, наших пока, слава богу, больше. Ну, число ваших, которые типа наши, каждый год растет. Но эти наши, которые бывшие ваши, ведут себя не так, как наши. Ой, только не надо вот это. Когда ваши вумань приезжают, ведут себя еще хуже наших. Наши вашим хотя бы за это платят. Ну, и что, все равно зарабатывают на этом ваши? Так, давайте ни нашим, ни вашим. И я вам сделаю паспорт Молдовы. Подожди. Вы? Мне? Паспорт Молдовы? Наши везде. Вот поэтому мне нужен именно израильский паспорт. Тем более, я уже наполовину еврей. Что же я зря это яичко кокнул. Вообще-то, надо было кокать крайнюю плоть. Блин. Ни хрена себе. Доктор, а если 14 дней не прошло, можно сделать возврат? Что, нет? Так, все, обратного пути назад нет. Ну, ладно, попытаемся заполнить анкету. Ага. Ваше образование. Ну, вот, я же тебе показываю. Что вы делаете? Я тебе показываю, ты же сказал... Я сказал образование. Так там уже такое образование. Я так понял, высшего образования у вас нет? Да. Да? Нет. Ну, тогда или нет? Ну, да. Нет. Что-то наше все-таки у вас есть. Скажите, пожалуйста, а кем вы планируете работать в Израиле без образования? Да я вот это не заморачиваюсь. На место прилечу, с кем-то помурчу, что-то замучу. Мстите, в Израиле отсутствует коррупция. Как это? Совсем, что ли? Тогда я не смогу работать в Израиле. А какое у вас вероисповедание? Православный иудей. Это как? Это такие люди, которые не работают и в воскресенье, и в субботу. Честно говоря, я и в остальные дни тоже работать не собираюсь, но это можешь не писать. Так, вернемся к нашим баранам. Вернее, к нашему барану. Что-что? Ничего, ничего, вы не поймете, это я на иврите. Так, перед тем, как получить гражданство, каждый человек должен прожить год в Израиле. О, прикольный бонус, я тёлку возьму. Это оплачивается? Естественно, нет. Итак, молодой человек, если как-то вы станете гражданином нашей страны, я должен вас предупредить, что вы в таком случае не сможете посещать такие страны, как Йемен, Иран, Ливан, Ирак и Саудовская Аравия. Смогу. Нет, не сможете. Через Белоруссию ещё не в такие стрёмные страны летали. Итак, ваша анкета готова. О! Давайте ознакомимся. Ага. Образования нет, профессии нет, языками не владею. Стараюсь. Да. Знания истории ноль. Да. Ну что ж, вам отказано в получении гражданства. Я так и знал. Поэтому план Б. Сколько? Родина не продаётся. Понимаю. Здесь двадцатка зелени. Родина не продаётся. Ничего себе. Понял. Но маленький кусочек картонки с печатью этой родины подарить хорошему человеку нам никто не запретит. Но с одним условием. Каким? Вы в Израиль. Никогда. Ни ногой. Не вопрос. Женя, 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 Женя. Какого хрена? Я не понимаю. Ты что меня вытащил из клуба? Блин. Такая тучня. Ты меня снял с такой женщины. Там такая. Там такая. Ё-моё. Жегор Григорьевич, мы не можем больше откладывать. Нам нужно снять предвыборный ролик. Так я снимаю, аж недавно. Пять лет назад. Пять лет назад? Капец. Как один день пролетели. Но ведь это был прибыльный день, да? Не твоё дело. Так, Женя, я сейчас плохо соображаю. Я три дня не спал. Из-за выборов? Чё? А, да, да, из-за выборов. Никак не мог выбрать. Чё мне курнуть, нюхнуть или донатить? Короче. Я вам поэтому кофе принёс. Не, не, меня это не вставляет вообще. Не, не, Женя. Женя, не. Григорь Григорьевич, нам нужно снять маленький ролик. Маленький. Да какой ролик, Женечка? Ну, ё-моё, у меня нет времени. Мне сейчас надо на ковёр к губернатору, потом на открытие парковки, потом на закрытие губернатора и на открытие ковра. Егор Григорьевич. Да? Надо. Что надо? Ролик снять для выборов надо. Женя, ну я же не президент, чтобы ролики снимать. Мне надо, что попроще, там, ленточку подарить и компьютер разрезать. Всё. Наоборот. Чё? А, да, ну наоборот, компьютер разрезать, ленточку подарить. Да? Вы опять перепутали. Конечно, перепутал, Женя. Я три дня не спал. Ё-моё. Не волнуйтесь, Егор Григорьевич, есть сценарий, там не сложно. Какой ещё сценарий? Я двух слов связать не могу, ты чё? Там слов нет, там только действия. Какое ещё действие? Я могу только лежать и спать, всё. Нет, нет, вам нужно выйти в народ. Куда? Ну, к вашим избирателям. Ты заседу и с ума сошёл. Они меня разорвут, как тузик тряп. Я за пять лет, я столько украл. Я ни одной лампочки её мне вкрутил. Алё, ты чё? Я это понимаю, поэтому вместо избирателей будут актёры. А они из нашего города? Да нет у нас в городе актёров. Вы же вместо театров парковку сделали. Да. Там не сложно, смотрите. Вот. Значит, идея какая? Вы идёте вдоль людей. Видите бабушку, подходите и обнимаете её. Дружески боксируете со спортсменом. Жмёте руку рабочему. Целуете медсестру, поднимаете ребёнка. Запомнили? Да, да, да. Зажимаю медсестру, боксирую ребёнка, поднимаю с спортсменом. А чё, кстати, я его поднимаю? Давай я буду лежать, он меня будет поднимать. Нет, нет, Егор Городич, вы напутали. Там надо бабушку обнять, с боксёром побоксировать, пожать руку рабочему, медсестру поцеловать, ребёнка поднять. Всё просто. Не, не, это очень сложно. Давай что-то попроще там, я не знаю. Да куда уж проще-то? Ну, я не хочу бабку целовать, ты не понимаешь, что ли? Её не нужно целовать, её нужно просто обнять. Хорошо. Тогда у меня вопрос. Какой? А как? Как я их всех узнаю? Как? Кого? Вот бабку спортсмена, рабочую медсестру, ребёнка. Вы серьёзно сейчас? Конечно, серьёзно. Женя, я мэр, я езжу в тонированном Мерседесе. Откуда я знаю, как эти люди выглядят? Ну вот, смотрите, мы нарисовали. Бабушка будет старенькая, боксёр в перчатках, мальчик в шортиках, строитель в каске будет. А медсестра в халатике? Медсестра хорошенькая? А что я с ней должен сделать, я напомню, вдуть? Медсестру поцеловать. А бабку вдуть, да? Нет. А кого вдуть тогда? Спортсмена, что ли? Не, не, я не буду, у меня принципы, ё-моё. Да никого не надо вдуть. Медсестру обнять, бабку поцеловать, там всё просто. Готовы? Сейчас, зови, я сейчас взбодрюсь, и всё, огонь. Сейчас я... Ой-ё-ёй. Позовите актёров на площадку, пожалуйста. Так, Егор Григорьевич, вот, пожалуйста. Ё-моё, у нас тут митинг, до свидания. Егор Григорьевич, это не митинг, это не митинг. А что это? Это актёры. Какие ещё актёры? А мы что, кино снимаем? Говорит, выборный ролик, мы только что с вами сценарий обсуждали. А, а я ещё думаю, где я тебя видел. Егор Григорьевич, соберитесь. Актёры, значит, пока мэр к вам не подойдёт, вы с точки не уходите, стоите на точках. Егор Григорьевич, готовы? Нет. Почему? Ну, кто из них кто? Ну, присмотритесь, вот это бабушка, спортсмен, рабочий, медсестра и ребёнок. Не-не, я не запомню, можно им бейджики повесить какие-то? Приготовились, Егор Григорьевич, я в вас верю, у вас всё получится. Итак, по сценарию, Егор Григорьевич, идите. Всё, давай. Стоп. Что? А вы куда пошли? Ты сказал, идите, я пошёл, я в клуб. Нет, нет, идите в кадр, по сценарию, к народу. А, всё, понял. Всё, готовы? Да. Камера, мотор, начали. Стоп, что вы сделали? Боксировал. Да, боксировать нужно со спортсменом. А бабка что, не спортсменная? Стоп, ты сдох. Поднимите бабушку. А если я бабку поднимаю, ребёнка я что, целовать должен? Боже мой, оставьте бабушку. Егор Григорьевич, что вам непонятного? Я же всё объяснил. Не, блин, ну... Что вы запомнить не можете? Да я вообще ничего не могу запомнить. Кому я что даю? Кого я беру? Понятно. Это ж тебе гневзятки брать под люкой. Мы знакомы? Егор Григорьевич, бабушку, пожалуйста, не бейте. У нас нет дублёра. Не вопрос. Обнять её нужно. Помним, да? Нужно обнять. Приготовились. Начали. Стоп. А куда? Бабушка, вы куда уходите? Тонуй его нахрен. Неизвестно, что ожидать от этого урода. Так пускай идёт. Её, без неё лучше будет. Она какая-то стрёмная, рожа красная. Она алкоголишка. Ты, скотина, мне в первом дубле в нос зарядил. Пригласите, пожалуйста, гримера на площадку. Мне было что, доктора? Отбой по гримеру. Медсестру на площадку, пожалуйста. Егор Григорьевич, бабушку бить нельзя. Это наш пенсионерский электорат. Бабушку обнять. С боксёром побоксировать. Рабочему пожать руку. У мальчика поднять. Медсестру поцеловать. Всё просто. Что вы делаете? Целую медсестру. Ты же сам сказал. Целовай медсестру. Да не эту медсестру. Вон ту медсестру. А, нам ещё? Не-не-не, мне блондинке больше нравится. Э, Рыжая, иди давай. Сучка, а стопудово с режиссёром спит. Давай-давай, вот туда остановись. Я сейчас к тебе приду. Мы вам заплатим гонорар. Становитесь на место, да, вот там. Прекрасно. Ну что, Егор Григорьевич, ещё разочек давайте, да? Да, да. Всё, давайте ещё разочек. Так. Так, бабку напомни, я что, должен вдуть или ударить? Лукшебей. Так, давай. Нет, нет, нет. Обнять. Бабушку нужно обнять. Обнять. Запомнили? Так, а послуй? Это дальше. Всё. Поехали. Всё, понял. Начали. Бабушка. Бабушка, что вы делаете? А что он целоваться полез? Я свою честь берегу с молодым. Егор Григорьевич, вы зачем целоваться-то полезли? Ты же сам сказал, обнять, потом поцелуять. Да целовать мне сестру надо, а не бабку. Давайте ещё разочек с бабушкой. Её, давай без неё. Ну, я чувствую, я только её буду полдня проходить. Она реально как босс уровня в компьютерной игре. Ладно, бабушка у меня была, я потом монтажом поправлю. Итак, идём дальше по сценарию, боксируем. Приготовились, начали. А? Что вы делаете? Один, а? Я ни одни выборы не проиграл. Да хватит бабушку бить, не бабушку нужно бить. Со спортсменом это надо делать. А? А? Бабушку не трогайте, проходите мимо её. Да, и дальше по сценарию идём. Хорошо, дальше. Всё. Всё, идём по сценарию. Отлично. Фух, приготовились. Начали. Нихрена себе. Поменьше не могли найти её, моё. Ладно. Да что ты такой здоровый-то, ё-моё. Что вы делаете? Поднимаю мальчика в шортиках, ну ё-моё. А я думала, ты его в дуть хочешь. Можно я её... Не-не-не-не, Егор Георгиевич. Ну вы разве не видите, это не мальчик. Вон мальчик в конце стоит. Это уже взрослый дядька. А, я же из этого кабана, я его не видела. Это не кабан, это спортсмен. Спортсменам нужно боксировать. Всё. Сейчас тогда махач начнётся по-взрослому, бабка. На, пиджак подержи. Сейчас ты у меня получишь. Я был чемпионом колледжа по боксу. Так стоп, какой махач? Вы с ума сошли? Всё. Вам нужно просто, дружески ударить боксера в плечо. А, всё? И всё. Просто. Вообще не могу. Камера, мотор. Приготовились. Начали. Да! Ты тупи собаку. 2-2, падла. Так что сейчас было вообще, я не понял. Ты же сказал только актёры. Понимаете, актёров-боксёров у нас не было. Мэры-боксёры есть, а вот с актёрами хуже. Это настоящий спортсмен. Я к нему не пойду, у меня одна жизнь. Давай заканчивай со съёмкой, и всё. Как заканчивать? Мы только пол ролика сняли. Половину электората отсняли. Нам нужно закончить, поймите. Ладно, ну ничего. Давайте. Было, было, было. Было, было. Поначалу было, да. Проходите дальше. Всё. И к рабочему, да. Ага. А, ты этот. Помним по сценарию, да? Понятно. Итак, начали. Вы зачем на колено стали? Ну, это ж сейчас в мире тренд. Ну, типа, перед чёрными на колено становиться. Блэйк Лайф с метро, да? Егор Григорьевич, да он не чёрный, он просто грязный. А, так он... А что с ним надо делать? Руку ему пожать надо просто. Да. О, больно. Отлично это было. Дальше поцелуем. О, блин, они до хрена привилеги этим чёрным. Егор Григорьевич, да не рабочему руку целовать надо. Медсестру надо целовать. А, у нас тройничок. Да какой тройничок, а отпустить его рабочего. Иди отсюда. Тебе ничего не прилетит. Всё, дальше с медсестрой. Приготовились. Начали. Что вы делаете? Жму. Я надеюсь, что хоть после этого на медицину выделят деньги. Нет. Егор Григорьевич, не надо ей ничего жать. Медсестру надо просто поцеловать. Не вопрос. Стоп! Да почему в губы-то? А куда? А-а-а-а, понял. Начали. Егор Григорьевич, почему туда вы целуете? Ну я как бы в её лице всю медицину поцеловал. Её надо просто поцеловать в щёку. Так я ж в щёчку. В щёчку. А, всё, всё, не вопрос. Да. Отлично, это было. Переходим к ребёнку. Пошли, я тебе ребёночка заделаю. Пойдём. Куда вы, Егор Григорьевич? Что? Я говорю, к ребёнку идите. Нет. А, вот это? Да. Всё, не вопрос. Приготовились. На. Нет! А, хорошо. А! Даже не вздумайте. Этого вообще не было в сценарии. А я не помню, что я с ним должен делать. А, эрит, эрит. Ну как же, Егор Григорьевич, ребёночка нужно поднять. А. Начали. Как ну подняли-то, а? Пошёл. Опустите, мальчика. Опустить? Да. Ты, маленькое говно, ты в своей жизни ничего ещё не добился. А я мэр, ты понял, я мэр. Да что вы делаете, на землю опустите? Что ж ты такой тупой, а? Да ты такой тупой, опустись вообще, ё-моё. Егор Григорьевич, ребёнка нужно посадить на плечи. А он меня не обосадит? Нет, он этого не сделает. Ну, сори, только попробуй её моё. Берём ребёнка на плечи, теперь все вместе кричим «Мы, команда». Готовы? Начали! Да не ори ты так, он, походу, меня уже обосал. Три-два! Молодец, женучёк. Ну, бабка, сейчас ты у меня получишь. Нет, 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 держите ребёнка, держите ребёнка. Все вместе теперь кричим «Мы, команда!» Три-четыре! Пошёл нахрен! Команды! Команды! Егор Григорьевич, заходи. Вы знаете, как меня зовут? Я всё про тебя знаю. Знаю, что ты чиновник. Да. Знаю, что ты патриот. Да. И знаю, что у тебя пять паспортов. Ну, да, здрасте, разрешите я... Ты записанный? Да не, вроде сухенький. Но время сейчас такое, что вот ссутся все. Ой, подожди, только не могу понять, крещённый ты или нет? К сожалению, нет, но с батюшкой в баню хожу регулярно. А, понятно, просто из-за пара не увидела. Так, я говорю, по записи? Нет, а что у вас по записи? Это типа как у семейного доктора, что ли? Если что, я тест прошёл. Ну, в смысле, отрицательный. А тест на тупость сдавал? Нет, а надо было? Ну, тебе не обязательно. Ну, вот и хорошо, вот и хорошо. Чё пришёл? Сказали, что среди всех этих экстрасенсов вы прям самое главное, правда? Это правильно сказали. Ага. Я даже Кравчуку будущее предсказывала. Кравчуку? Это тот, который изобрёл сумку с колёсами? О-о-о-о. Президент Украины. Говорю ему, не сдавай ядерное оружие. Так бы сейчас не нам, а мы рассказывали будущее всему миру. Трамп у меня был. Трамп? Трамп. И что Трамп? Говорит, Галяне Михайловна, были ли фальсификации на выборах? А я ему говорю, какие выборы, шмыборы, без тебя порешают там. У тебя проблемы, говорю, с жёнкой твоей. С Меланией? Да. Да, о, хорошая я бы её. Ну, я ему один порошочек выдала, и у них наладилось всё. Да как наладилось? Она вроде документы на развод подала. Ну, видать, порошок закончился. Могу, кстати, тебе с этой проблемой подмочь. Не-не-не, у меня с этим всё в порядке. Ну, я же в будущее смотрю, в завтрашний день. Тогда, если можно, два килограмма. Ага. Это вы что ещё скинули? Экстази, что ли? Витамины, придурок-то. Ага. Время сейчас такое. Слушайте, а вы точно экстрасенс? Просто я смотрел все сезоны битвы экстрасенсов, и я вас там не видел. Слушайте, тебе нужно не будущее узнать, а голову сначала прилечить. Давайте бабушка яичко покатает. Не-не-не, спасибо, я пока сюда ехал, покатал. Хотел спросить, кстати, вот пока ехал, смотрел вокруг и, честно говоря, удивлён. Ни дорог, ни столбов, ни электричества. Я два джипа сменил, пока сюда доехал. Просто, ну, если вы такая крутая, чего же вы живёте в такой глуши? Что ты не видел асфальт у нас? Нет? Нет. И столбов с электричеством? Нет. Ну вот, они есть. Это как? А, это вы в будущее смотрите, да? В прошлое. Что? Ещё в восемнадцатом году по документам облрады на это всё 30 миллионов было выделено. А, в восемнадцатом году, это ж по переднике, мы тут не прийти. Ага, конечно. Ладно, что хотел, говори. Да, я же, чё, собственно, пришёл. Я как бы не от себя, я от всего правительства, да? И вот мы, правительство, хотим знать, что нас ждёт в будущем. То есть вы, правительство, которое придумывает законы для будущего, пришли к бабушке, чтобы узнать будущее? Ну да. Ну, просто мы думаем, что на нас наслали порчу. Думаете, это уже хорошо. Кто наслал? Да кто? Понятно, кто. Попередники проклятые. Причём мы сначала думали, что вот на кого-то одного конкретного. А потом смотрим, нет, блин, на всех. Кто бы новый не пришёл, всё, через месяц уже портится. Так может, не тех берёте? Так а мы тут при чём? Люди сами выбирают. Ещё болеть все начали, уже в масках все ходят. Санитайзерами этими уже буквально обмываются. А всё равно болеют. Вот нам бы как бы знать, что там в будущем-то будет. Ну кому, как не вам, знать, что будет в будущем-то, ну. Так в том-то и дело, что уже никто из наших дупля не отбивает, что будет завтра. Нам бы помочь. Эх, ладно. Поможем правительству вашему. Пока вас не разогнали к чёртовой матери. В смысле? Да кто же нас разгонит? Мы же правительство. Ну я сейчас в будущее загляну и могу назвать конкретную фамилию. Ой, извините. Сейчас, секунду. Да, Кумчик, да-да. Ты меня спрашиваешь, продавать доллары или покупать? Блин, ну я откуда знаю? Я не знаю, что будет через неделю, а ты такие вопросы задаёшь. Не знаю, сейчас спрошу. А вы можете завтра принять человека? Кто такой? Министр финансов. Давай сначала с одним придурком разберёмся. Ага. С каким? Скажи, что ты занят. Скажи, что ты занят. Так, а на чём мы остановились? А, на будущем. Да, сейчас будем будущее предсказывать. Хотелось бы уже. Вот мой... Вау! Это Apple HomePod? Чего? Ну, новый девайс от Apple, который подключает сразу несколько девайсов, имеет голосовой набор, и там Siri в нём встроена. На, Бубин, танцуй. Бубин? А вы думаете, это поможет? Да, поможет. Так меньше меня будешь дебильными вопросами отвлекать. Ага. Ну, сейчас настроюсь. Я... 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 Придуроком дай Бубин! А вы не продаете его, кстати? Ещё больше сбиваешь меня. Дебилу кусок. А можно вопрос? Да, опять дебильный. Не-не-не. Вот хотел узнать, откуда вы информацию черпаете? Вот это вот то, что у меня пять паспортов, это же кто-то сливает. У меня прямая связь с... С президентом? Через Разумкова? Бери выше. Через Ермака? Выше. Через Олигарха? Еще выше. Трамп? Слушай, ну ты точно. Я говорю, прямая связь с космосом. С Леней? Так он же вроде не при делах. Слушай, давай я тебе яичком точно покатаю, а? Не-не-не-не, не надо. Нет, сорян, вы просто сказали, что самым главным. Я подумал, что главным в нашей стране, поэтому... Вот профаны, а. Все ж знают, что главная в нашей стране живёт не в нашей стране. Так. Я говорю, с космосом у меня связь. Где ракеты летают? Понял ты? Понял, понял, да. Так, говори, что хотел узнать. Секундочку, а вот перед тем, как мы начнём, хотел узнать, а сколько нам обойдётся вот эта ваша коннекшн с космосом? Мне деньги не нужны. В смысле? Наличка не нужна? Ну, окей, на фоб закинем безнал, говорите. Мне вообще деньги не нужны. Вообще-то вы имеете... А, гривны? Ну не вопрос, доллары, евро, биткоины? Ой, мне не нужны. Ни гривны, ни доллары, ни евро, понял ты? Не нужны. Понял. 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 Алло, кумчик, я всё узнал. Короче, скидывай и евро, и доллары. Всё-всё, они не нужны. Просто не нужны. Не знаю, министр финансов, может быть, и нужен, а сами финансы... Всё. Ну всё, давай. Вот придурок ты, а. Я говорю, что за эту услугу мне деньги не нужны. А как мы с вами тогда... Ты должен будешь бабушку по-другому отблагодарить. Бабулечка, дорогая, вы моя. Перед тем, как что-то начнётся, я вас сразу предупрежу, что я... Что ты гей, это я знаю. Вообще-то я хотел сказать, что я женат, но если у вас такая информация... Ну ладно. Имеется информация. Да, я говорю, что мне от тебя ничего не надо. Ты должен будешь помочь другим людям. А-а-а, они мне шо? А-а-а, я понял. Они типа вам должны, а я за них закрываю вопрос. Это типа переуступка долга? Где ж яичко-то, а? Ладно, пусть будет так. А-а. Всё, говори, что хотел, спрашивай. Ну, по поводу карантина. Что будет с карантином? Так, вижу. Постепенное усиление полной приостановки частичной отмены временного запрета карантинных мер. Извините, бабуля, но сейчас ни хрена не понял. Может, у вас шар какой-то мутный? Может, протереть его? Сам-то ты мутный. Это не шар, это вот ваше министерство в газете напечатало. А-а-а, так это наши. Ага. Ну, наши, понятно, им бы что-то написать. А я серьёзно спрашиваю. Ну, что будет с карантином, там, какие будут зоны, сколько их будет, какого они будут цвета, будет ли голубая? Голубая особо интересует? Ну, не так, чтобы там особо, просто спрашиваю. Вижу, 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 будет одна зона. Одна зона? Да. Для всей Украины? Для всех министров. Ой, посадить вас в эту зону, и тогда народ заживёт! Ой-ой-ой, вижу, 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 вижу. Не-не-не, бабуля, ну что значит народ заживёт? Пока вакцину не придумают, не заживёт. Вакцину придумают. Кто? Американцы? Немцы? Евреи? Наши. Евреи? Наши. Ну кто наши? Ну кто, ну... Ну не учёные же! Родители школьников, которых отправили на онлайн-образование. Так, бабуля, шутить изволите? Мы власть, мы хотим знать, что будет со властью. Со властью, так, смотрю. Странно, чё это непонятно. Что? Что? Шиномонтаж показывает. Шиномонтаж? Бан, так чё непонятно? Переобуваться все начнут. Блин, знать бы в кого переобуваться. А там не видно каких-нибудь названий партии, или там буквы, слова? Вижу буквы. Так, скажите, какие? П. П. З. З. Д. Д. Ц. Ц. ПЗДЦ. ПЗДЦ. Вижу ПЗДЦ. ПЗДЦ, ПЗДЦ, ПЗДЦ. Что-то я не помню таких. Это какая-то новая партия Украины? Это последняя партия Украины. Последняя партия Украины. Это типа как ОПЗЖ? ОПЗЖ это и есть ПЗДЦ. Народ переименует. Шую, шую. Интересно. А что-то ещё видишь там, может, локдауны, дефолты? Нет, этого ничего не вижу. А что, что, что? Вижу жопу вижу. Это ещё одна аббревиатура? Железнодорожная оппозиционная партия Украины? Что это? Нет. Жопу. Огромная жопа. Нависла над всей страной. Ого. Что там реально жопу показывают? Бабуля, дай я посмотрю. Подождите. Подождите. Ай. Пабуля, а что же вы такая неосторожная? Ой, плохая примета. Что? Ой, примета плохая. Что, что? Примета гласит. Кто шар магический разобьёт, у того вся жизнь превратится в то, что шар на последней картинке показывает. Э-э-э, вот эту жопу надо исправлять. Ага. Давайте что-то делать, что-то решать. Нужно было не жопой думать. Так это... Э-эй, что делать, что делать? Ладно, есть выход. Есть выход. Дам тебе свечку. Так. Нужно, чтобы ты её себе поставил в полночь на третьи лунные сутки. В полночь на третьи лунные сутки? Во. Бабуля, да. А что же она такая здоровая? Нормальная. И поджечь не забудь. Ещё и поджечь? Бабушка, это какие-то средневековые пытки. Я не согласен. Вы хотите жопу в стране исправить? Значит, нужно, чтобы каждый министр в себе такую поставил. Бабуля, я, ну, конечно, всё понимаю, но вряд ли у нас есть министры, которые ради страны будут рвать жопу. Да что ты боишься, а? Да я не боюсь, я просто очкую. Ну, что, ты никогда не ставил свечку, что ли? Ну, ставил, ну, доктор прописал, там маленькие, вот такие вот. Вот ты придурок, а. Всё об этом думаешь, а. Ой, я тебе говорю, не туда вставлять надо, а поставить в полночь возле карты Украины, поджечь и молитву прочитать. А, вот оно что, господи, я уже такое подумал. Капец, не думал. А подскажите, какую молитву я запишу? Записывай. Господи милосердный. Господи милосердный. Господи или Господи? Господи, ну. Чё ты? То есть вы сами не знаете, да? Ладно, я Бог напишу, окей. Ой, ладно, всё, остановись. Бог, всё, остановись. Слышишь, лысый, хватит. Слышишь, лысый. Он вроде с волосами был. Слышь ты, придурок, остановись, говорю. Вы извините, бабуля, вы, конечно, авторитетная, но Богу такое уж нельзя говорить, вы что? Это ж Бог. Билла, я тебе говорю, придурок лысый. Остановись. Блин, а я... Боже мой, я тебе говорю, капец. Я лучше запомню. Запомни. Да. Господи милосердный. Господи милосердный. Избави страну от нас, дураков. Избавь страну от нас, дураков. Вот. А дальше? А дальше уже насрать, что с вами будет. Всё. Всё, аудиенция закончена. Бери свечку, вставляй в полночь. Всё. Это вы красиво её назвали. Вставляй в полночь. Подождите, бабуля. Ну, со страной всё понятно. Жопа так жопа. Ну, а со мной? Конкретно со мной что будет? Можете сказать? А как я тебе скажу? Ты же шарик разбил. Ну, по руке погадайте. Рука это не мой уровень. Чё, слабо? Да. Чё, мне слабо? А ну, давай руку. Ой, вижу. Ой, вижу. На роду тебе написано чиновником быть. Да? Да. А где это видно? Вот, смотри. Линия ума с линией жизни расходятся. Чё-то я не понял, какая связь. Вот поэтому и расходятся. Всё равно не понял? Ну, ладно. Ага. Ой, смотри, у тебя линия богатства жирная такая. Да. Жирная, прямо как складки у тебя на затылке. Ну, правда, в конце линии её какие-то другие, более мелкие линии пересекают. А, ну, это дополнительные источники дохода. Возможно, но мне больше на решётку смахивает. Что, ладно? Ну, чего? Где? Ага, вон, смотри. Линия богатства с линией прокуратуры жёстко пересекается. Подождите, бабуля, вот это вот реальная уже жопа. Вот это надо исправлять. Что мне делать? Валить надо тебе. Ой, валить надо. Испания, Италия, куда лучше? В том месте, где нет ни дорог, ни электричества. В Россию, что ли? Ты чё, к бабушке в деревню? У нас тут ни дорог, ни электричества, никто тебя не найдёт. Вот, вон домик соседний, заброшенный. Будешь бабушке воду таскать, дрова колоть. Я-то одна уже не справляюсь. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Блин, прикалы, не зная её. Я уже повёлся, капец. Я воду рубить, трава носить. Ага, ага. Нет, бабуля, спасибо. У меня всё в порядке, у меня всё в шоколаде. У меня в Испании вилла. У меня в Швейцарии два счёта офшорных. У меня во Франции три бизнес-центра прямо в Париже. А что это вы там всё время? А это имущество твоё горит. Чего? Всё, смотри, нет у тебя ни бизнес-центров, ни офшоров, ничего. Чёрт. Ага, ага. Бабуля, ты чё сделала? Ты чё меня оставила с этими несчастными 18-ю квартирами в Киеве? Ай-яй-яй-яй-яй-яй! Чё? Блин. А чё мне теперь делать? Чё делать? Идём, и я тебе домик покажу, колодец покажу, дрова научу рубить. Дрова? Поехали. А тепер до гарних новин. Після гучного скандалу з парочкою закоханих, міський голова Івана Франківська запропонував усім охочим можливість зайнятися сексом на ратуші міста. Вартість такої послуги – 100 тисяч гривень. Про це він повідомив на своїй сторінці у Фейсбук. Господи, та я ж просто ляпнув. Та я ж приколовся на цьому Фейсбуці. Що з цього новину робити? Та шо це за журналістика у нас така? Яна, зайди до мене. Одну хвилиночку, шеф, трішечки занята. Це терміново, Яна. Ага, ага. Так, я вас записала. Ні, на жаль, на 8 березня вже все розписано. Найближча вільна дата – 20 квітня, так. Ні, на Пасху ми не працюємо. Боже, шо ви там освячуватись збираєтесь? Прошу. Все, ти наговорилася? А тепер піди, подзвони на той канал і скажи, шо вони там всі... Та, слухаю. Ні, з тваринами не можна. А, ви будете займатися з людиною тваринку просто нізким залишити? Добре, записи. Так, прошу. Яна, з ким ти весь час балакаєш? З ким, з ким? З клієнтами. Після вашої пропозиції «Секс-нарадачі за гроші» люди почали дзвонити та записуватись. Я ж просто пожартував. Знаєте, в наш час не дуже зрозуміло. Хто є влада жартують, то серйозно. Я не розумію. Шо, жителі нашого міста нормально це сприйняли? Ой, ще як. Вони тільки дізналися, одразу відреагували дуже добре. Та, слухаю. Ой, зараз. Шеф просить картку постійного клієнта. Двадцять відсотків на кожен другий секс. Що казати? А я свідки знаю. Добре, оформлюю вам картку «Ратушний дзьобарь». Двадцять відсотків на кожен другий секс і тридцять відсотків на день народження. Але тільки це вам індивідуальна. Гостям поповній. Прошу. Яна, що це в нас тут коїться? Що, що? Шеф, ви придумали геніальний стартап. Який ще стартап? Який... Алло? О, о, ес, ес. Виза, мастеркарт? Євро, долар, злоти, биткоины. А, you want all day? О, кей. А, how many people? Эйт? Скільки? Висим. А, I'm so sorry. А, where are you from? А, Sweden. I understand. Окей, welcome to Ukraine. Щепнить мене. Шеф, мені ніколи з вами займатися цими сексуальними забавками. А знає, чим закінчується це ваше «щепнить мене». А мені треба сексом займатися. Шо? Ну, сексом на раці. Тобто? Ну, з клієнтами сексом. Ой-ой, мене ж голова кругом. Вони ж постійно мені телефонують. Шеф, треба зробити сайт. Який ще сайт? Звичайний сайт. Людина зайшла на сайт, заареструвалася, обрала собі послугу, оплатила і в я на раці. Звичайний сайт. Так, що це сайт. Тільки давайте придумаємо назву сайту. Так, я пропоную вам секс на раці. Гоу крапка Юей. Гоу Юей? Ти розумієш, що таке ГОВ? ГОВ – це говернмент. То уряд. Якщо там у Києві дізнаються про це, вони приїдуть і секс буде не на раці, а в цьому кабінеті. І не з тобою, як зазвичай, а зі мною. Добре, тоді я продовжую співпрацю з групами в соцмережах. Якими ще групами? Ну, ці, які раніше називалися. Мій улюблений Івана Франкізь. Мої чліни міста. А зараз вони переименувалися. І тепер це чпок на раці. Шпілі-вілі на головному шпілі. І ратуша-трахуша. Яка ще ратуша-трахуша? Це якийсь капець. Там дуже багато питань і пропозицій. От одна з них. Пропонують замінити пам'ятник яєчку, який стояв перед ратошою. Тобто замінити? Ну, як замінити? Доповнити? Як то доповнити? Це ж пам'ятник. Щоб його якось замінити, то треба скликати цілу сесію. Та тут питань на три цілих сесії. От я найголовніше з них виписала. Так. Чи будуть знижки для пенсіонерів? Скільки коштує просто подивитися? Ну так, я просто подивлюся. Яка максимальна кількість учасників? Чи є там кава чи брати з собою? Чи є ратуша-айкос-френдлі? Вибір партнера вільний? Чи є якісь обмеження за статтю? Чи допоможе держава з партнером одиноким людям? Що це в нашому місті стільки спочинців? До речі, дзвонила ваша дружина. Я вас із нею сьогодні записала на ратуші на вечір. Я нікуди не поїду! Добре. Тоді я можу вашого водія відправити? Тобто? Ну що він її завіз додому? А, завіз додому? Так, так можна. Так, а ратушу можу принести на вашу річницю весілля. Сюрприз, а? Який ще сюрприз? Ти що хочеш мене прославити на всю Україну? На весь світ. Що? До речі, Ілон Маск написав у своєму твіттері, що не буде їхати до музею космонавтики на Житомирщині, а приїти до нас на ратушу. Сам Ілон Маск? Так. Бо за перспективами майбутнього прибутку, ваша ідея секс на ратуші обігнала його Теслу. І найголовніше, ми можемо працювати у локдаун. А як у локдаун? Ну як? Ну, за законом, що закривають? Кіно, музеї, ресторани. А про ратушу ніць ні слова. Та, слухаю. А, зараз запитаю. А, тут питаю, чи можна 50% заплатити, якщо чоловік один? Тобто один, а що він там буде робити один? А, ні! Ну, звісно, ні! Господи. Вибачте, у нас тільки парні заявки там. Що ти з ним розмоляєшся, якийсь спочинень, скидай слухалку. Ще втрачаємо гроші. Треба щось придумати. У нас же у місті дуже багато одиноких людей. Давайте так. Ранкові години для одинокарів. А? До десятої. Тобі потрібен психіатр. Точно. О, дивись. Вже приїхали. Доброго дня. Я сій кешків бачив. Ранок-панок можна, йо? 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 Добре. Тобто забирайте її. А, ні-ні-ні, шеф. То до вас. Це головний лікар нашої поліклініки. Він записувався. Прошу. Я до вас, пане мер. Свій, до свого, по-своє. Йо? Так, так, так. З якого приводу? Я, Алядмово, приїхав сюди до шпунту вирішити питання посадчання нового обладнання. Йо? Слухайте, ви дуже невчасно зараз. Ковід-фонд пустий. Грошей немає. Тож, приходьте через рік, а краще через два. До побачення. Не-не-не-не. Нам гроші не треба, йо. Ви тільки дайте добро, а ми вже своїми силами все впораємо. Тобто своїми силами? Ну, як то? Ми за вашим прикладом дозволимо усім бажаючим у вашій лікарні займатись сексом за гроші. Сексом? Ну, тобто, робити йой, йой. Робити йой в лікарні? У нас, до речі, у лікарні, на даху є Оранжерея. Оранжерея. Оранжерея, зимовий сад, скринений дах, там так файно робити, йой, я це особисто перевірив. Лежишь такий на зорі, дивишься, он там тебе умшляк робить, йой. Слушайте, лікарю, вам самому потрібен лікар. Так у меня є лікар. Шах. Така чичка, йой. Ми ж, до речі, на даху там перевіряли зорі. Я вам кажу, у нас такий потенціал. У нас дуже багато моцних, файних дівок-медсестер, кремязних хлопів-медбратів, багато вільних койок. Ми взагалі-то народжу ні в смісі підняти можемо? Лікарю, моя відповідь – ні. Ви не розумієте. Якщо ця тема вистрілить, ми самі закупимо телевізори, кондиціонери в палати, нові ліки, обладнання нове закупимо. По роках? Ні, і ще раз ні. А, зрозуміло. Собі все захапати хочете. Дірвався до побу лесу, як дурний до мела. Диви, як я воно хапав собі віджер. Нічого. Я піду до міністра, у міністерство. Міністр наш полюбляв всякі сексуалі дурнощі. Яно! Лікарю, я вас проведу. Не треба, він сам знайде вихід з будь-якої ситуації. Іди сюди. Дурний дошу не боїться. Йо. Аля Ведерч. Сідай. Сідай. Кажи, то на ратуші вже люди були? Йой. Вже були? А коли вони гроші платять? Поки що на мою картку скидають. Призначенням платишу секс на ратуші. Знаєте, але деякі просять чек. Ну, люди у відряджені, їм треба в бухгалтерії звітуватися. А що, багато вже зібрали? Йой. Достатньо, щоб поруч також побудувати ратушу. Але наступну ратушу треба утеплити. Угу. Утеплити? Угу. Ну, давайте будемо роздавати пледи. Давайте уфошки поставимо. Давайте глінтвейн будемо наливати, як на ярмарку. Що ти пишеш? Я записую за вами. Ти що з густу з'їхала? Я тебе троллю. А я цілком серйозна. Це дуже гарна ідея. Господи боже ж ти мій. А ще треба підлогу поміняти. Знаєте, зробити її м'якішею. Бо каміння. Угу. Поміняти підлогу? Угу. Ти розумієш, про що ти кажеш? То історична пам'ятка 18-го сторіччя. Я вибачаюся, але ваша історична пам'ятка дуже тисне у попу. У мене навіть синьці залишилось. Ти що, там вже була? А як ви думаєте? Я продаю людям не з нами що? Ви не хвилюйтеся. Я запущу проєкт і віддам його департаменту молоді та сексу. Якому департаменту? Ну, молоді та сексу. Що? Ну, раніше він називався молоді та спорту, але у нас в Україні набагато краще із сексом, аніж із спортом. Так, ви тут всі зглузду з'їхануть. Тікай звідси. Зараз я подзвоню батюшці, скажу, щоб він прийшов та освятив це місце. І на цьому все закінчиться. Алло, доброго дня. Отець Стефан, це мер турбує. Слухайте, а ви зараз де? Як на ратуші? І з матушкою? Поломників привели? А як же ж? Там же ж не зручно. Там же ж місця мало. А ви у Львові? Тобто не у нас на ратуші. Ні-ні-ні, нічого. Я потім передзвоню. Відпочивайте. О, Господи. Та? Хто питає? СБУ. Мене не можна. Вибачте, я, на жаль, зараз мера немає. Що йому переказати? Що, гарна ідея секс на ратуші? Добре, передам. Хочете замовити групову заявку? Та-та, записую. А скільки вас людей? Ого. Я тоді вас запишу у три етапи. Ага. Для держслужбовців у нас знижки. Та. Вітаю вас, пане мер. Вітаю. Я з приводу сексу в школі. Що? Ні, ні, іще раз ні. Так, так, іще раз так. Так, зрозумієте, я більше не хочу клянчити у батьків на ремонт та штори. Я хочу, щоб вони добровільно і з задоволенням за це платили. Як ви це собі уявляєте? Я все порахувала. Доброго дня, пане мер. Я до вас з пропозицією. А нам треба зробити ремонт у храмі. І ви туди ж, що ж такоється? Ви що, хочете сексом займатися у церкві? Ви ще продавайте послугу потримати свічку. Але я мав на увазі гроші з бюджету. А, тобто, ніякого сексу у церкві не буде? А вам я раджу прийти у храм, сповідатись. Я прийду. Вибачте, вибачте. О, ой. Господи. Ми це все обридло. Пиши указ. Ага. Указ мера. Від сьогодні на ратуші та в будь-яких інших закладах місця секс заборонено. Все. Ага. Так а що робити з дірою в бюджеті? Це не твоя діра. Я з цією дірою якось сам споруюсь. Якщо не розумом, то своєю дупою закрию. Так все, іди працюй, іди. Ага. Господи боже ж мій, через одну необережну фразу стільки галасу кошмара. А тепер до гарних новин. За заявою міського голови Івано-Франківська, він готовий власною дупою закрити діру в бюджеті. Та я ж не це мав на увазі. До мерії міста вже вистроїлася черга з представників ЛГБТ-спільноти. Що? Яно, Яно зайди до мере, подзвони на той канал, скажи, що вони там всі очмані... Що це, це, це з каналу? Це президент. Щось придувайте. Тааа, а мер зараз сережки поїхав дружині купляти. А, так, аби дзвонити з приводу секс-наратиші? Я зараз подивлюся, куди вас записати. А, ти? А, вам потрібен мер. Я навіть не знаю, скільки вам це буде коштувати. Просто напишіть суму. А в гривні писати, чи в євро? Вибачте, а в гривні, чи в євро? А, вам просто поговорити! Так, сюди. Алло, алло. Так, слухаю. Доброго дня. Так. Так. Дякую. Добре. До побачення. Що? Сказав, що це гарна ідея в наші важкі часи. Що такі люди, як я, йому потрібні у Києві. Сказав, приїжджай, будемо обговорювати всеукраїнську програму. Велике трахівництво. Каже, у нього і місце класне є під куполом Верховної Ради. То що, може я поїду? Куди? Ну, як куди? До Києва. Допомагати своїй державі. А я? Так, сідай. Тепер ти. Мій зам. Ага. У тебе від ратуші 20%. І, щоб коли я повернувся, ратуша була відремонтована. Добре. Коли ви повернетеся, тут 10 таких ратуш буде. Йай! Все, давайте, давайте! Добре! Добре! Добре. Так, ну, ладно. Добре. Дин-динь-динь. Дин-динь. Уважаємі пасажири, с першого пути отправляється поїзд Київ-Амстердам. Єгор Григорьович, к вам посітітіли. Я ж сказав, у мене санітарна зона, нікого не пускать. Його прислало министерство. Сказали принять обязательно і ввести в курс дела. Черт! Давай, запускай. Гуден так, я Улєман із Германий. Це я бачу. А як звуть? Улєман, я із Германий, консультант от Дойчі Бан. Улєман із Дойчі Бан? Я. Можна я коротко буду тебе називати Улєбан? Я. Ну, привет! Гуден так. А, ви вже так здороваєтесь? Здрасте. О, сухай, ти як раз вчасно. Я тут Мерса в Германии присмотрел, трошки битого, ну дешевле, чем в салоне. Можеш перегнать? Най, я здесь по другому вопросу. Руководство Тойчі Бан деликировать меня, как консультанта. Ваше правительство нанять нас подписать договор на 10 лет о сотрудничестве. Нас консультировать? Я. Лучше б вони цирк Дюсселей для Верховной Рады заказали, чи для Автозаза. А нас шо консультировать, я не понимаю? Чтоб уменьшить ваші расходи. Да? І скільки вам за це заплатять? Девіносто мільйонів. Ніхріново уменьшили. Так, ну, слухай, а у вас, случайно, не запрошували консультировать українське госькіно? Найн. Странно, странно. Ну, потому що снимають вроде українські, а получается жёсткі немецкі. Вот, хотя бы взяти свингеров з Поляковой. Дивіться? Найн. Не понимаю, о чём ви. Ну, королева ночі. Ну, песня ни о чём, конечно, но вдуть хочеться. Предлагаю приступити к роботі. У мене к вам є вопросы. Ну, давай, давай, пару вопросов і по домам. Найн, найн. Не пара вопросов. У мене к вам десять. Ого! Тисяч вопросов. Поп-поп-поп-поп-по-поп, подожди. Подожди-ка, подожди. Час мені нужно срочно позвонити. Алло, Гена? Гена, тут, сл delighted, а чо це я займаєшся этим улібаном? А, те останні на Балиничном? Понятно. Красавчикі. Слушай, он тут какие-то питания мне собирается задавать. Может, его по классике в сауну с девочками? А он не по девочкам. Ну, в принципе, в принципе, после такой премии я могу, конечно. А вот так он сюда работать приехал? Ничего себе. Ладно, давай. Ну, добре, попроцую трохи справочной. Слухаю. Ну... Зо, начнем с простых вопросов. Давай. Почему у вас такие большие затраты на обслуживание? На обслуживание? Ты с простого начал. Вот, а ты мне скажи, как вы с государственной структуры выводите гроши в кэш? Никак. Это коррупция. Мы платим налоги. Это, конечно, очень благородно с вашей стороны. Но у нас тут так не принято. Это традиция. И не я ее придумал, и не мне ее отменять. Давай, наступный вопрос. Никак. Почему у вас такие большие залежи угла на складах? Это же замороженные деньги. Это зима нас подкосила. Мы же готовились до минус 20. А тут, бачишь, лето на двори. Не волнуйся, не волнуйся. Мы уже дали задание нашим проводникам. Они весь этот уголь спалят в вагонах за лето. Где-то? Да ты не волнуйся, не парься. Мы так завжди робим. Ну, будет трошки жарче, чем в котле. Ну, ничего страшного. Никак. Что вы делаете, чтобы Укрсалисница стал прибыльной? Шо, шо. Увеличиваем стоимость проезда. Неправильно. Нужно улучшать качество серфиса, чтобы людям хотелось ездить на поезде. Не-не-не-не-не. За то, чтобы людям хотелось ездить на поезде, отвечает Украфтодор. Нихткут, перейдем к вашим секретным разработкам. Давай. Почему у вас в каждом ваконе на окошке висит какой-то санавеска? Ха, це не какой-то санавеска. Це наша национальна забава, як у москалив лапта. Так, вот представь себе. Ты їи вставляєш, вона выпадає. Ты її вставляєш, вона выпадає. Вставляєш, вона впадає, вставляєш, вipадає, вставляєш, випадає, вставляєш, випадає, вставляєш, випадає, вставляєш, випадає. Дивіся, а три години вже пройшло. Нихткут. Почему у вас в ваконах до сих пор нет розсеток? Во-первых, не во всіх. А во-вторіх... Ну да, тут согласен, конечно. Но ты же не понимаешь, это же система. Тут все взаимоповязано. Вот, например, у людей сел в телефон. Ему скучно, он не знает, что делать. Тут дип, занавесочка. Я говорю, вжик-вжик, 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 вжик-вжик. О, уже пятый хаткий, выходим. Вы истинфоетесь? Не-не-не, ты шо? Как мне рассказали, так я тебе и пояснил. Никто. Никто, скажите, пожалуйста, что такое санитарная сона? Кто военная тайна? Можешь меня катувати, бить, и я тебе ничего не скажу. Никто. Переходим к экономическим вопросам. А до цього, какие были? У вашей компании слишком большой расход на персонал. Потому что люди, то наше все, то наше богатство. Найн. Вы должны сократить 50% людей в этом году и 30% людей в следующем году. Ты, Улибан, поосторожнейше. Со своими сокращениями. Люды зараз на взводе. Им тики-загаз приходит по две платежки. А ты сокращение. Ты шо? Не, не, нельзя. Но иначе компания может обанкротиться, и они все равно окажутся на улице. Да и хрен с ними, человек. Да, шефи. Да ведь я. Я, я. Це аргумент. Так, а ну давай, седай, седай, подививайся, кто там у нас лишний, так сказать. Фот, што это за тысяча человеков? Це, а, то эти стукачи. Кто? Ну, тук-тукеры. Ну, ходят с такими длинными молоточками по перрону. Тук-тук, 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 тук-тук. Що вони шукають, ніхто не знає. Но їм нравится. Я думаю, їх можна сократить першими. Ты шо, нельзя, ни в коем случае. Ты представляеш, якщо сократить тысячу отморожених человек? Вони ж рельсы просто разворують к чертовой матери. Не, 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 ты їх не трогай вообще. Дальше. Почему у вас такой большой штат кассиров? Какой большой? Фот. Нихрена себе. А у вас шо, меньше? У нас тафным-тафно все билеты можна купить в інтернете. Или в автомате. Кондукторы в некоторые поезда даже не заходят, потому что люди чесно покупать билеты. Не, 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 у нас ця схема не спрацює. Ты як тігі таке введеш, на следующий день Укрзалізниця банкрот. Все. А что це за люди з помєткою «не увольнять нікогта»? Тю, ти шо, то ж депутацька касса. Кто? Тоже нельзя увольнять, начнут воровать? Не, вони вже обслуговують тих, хто накрал. Понимаєш? Ну, ты, у вас шо, депутати в обычних кассах скупляються? Конєчно. Слухай, давай, лична просьба, депутатські касси не трошь. Давай, потім зачтемся. Следующее, следующее. Так, та, у мене класний вопрос. Давай. Хто эти люди, которые получают 90% всего зарплатного фонда? Ты шо, вообще улібан не понимаешь? Тут такі люди, шо, на них вся система тримається. Ти їх убери і все, вся схема порушиться. І що вони роблять? Шо, ну вони... Щас, секундочку. Гена! Слухай, тут він мені такі питання ставить, давай, допомагай. Ти шо делаєш? Не, не сейчас, я слышу, що ти в туалете. Я имею в виду офіціально. Закупки, тендери, откаты? Так, що вони роблять? Люди працюють. Люди працюють. Давай так. Бартер, ти цих людей не трогаєш, а у цих от стукачей нахін з пляжа. Найн. Вам нужні реформы. К 2025-му году ви должны перейти на скоростні поїзда сидячими містами. Вообще без проблем. Ми в купільних вагонах знімаємо двері, ставимо лавочки, там 15 чоловік сяде. І все, ми готові. Найн, найн, найн. Комфортабільні є, високоскоростні є поїзда. Високоскоростні є? Я. Ти маєш на увазі шо, до 90 кмч? Найн. Шо, сто? Двісті. Ти шо? Двісті п'ятьдесят. Улі, Улі, шо ти таке кажеш? Ви шо нас повбивати всіх хочете тут? А чому? Та потому що, якщо наш поїзд розженеться до сотні, чай просто в окно выпрыгує. Забукне. Знавецка грає сама собою. Шик, 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 шик. А если какой-то пьяный Улебан, ну, в смысле, не ты, а там, из наших, дёрнись с топ-кран, то проводница с одного туалета прилетит в другий за 2 секунды. И что? Поймите, мы хотим вам помочь. Не надо нам помогать. Я хорошо знаю историю. Каждый раз, когда немцы нам помогают, мы получаем трындюлей от москалей. В этой системе нужно всё поменять. В нашей стране всё работает по принципу «работай ради клиента». А тут «працюе не чипай». Понимаешь? Такая страна. Так, и всё-таки давайте вернёмся к спискам. Давайте. С нового кода нужно набрать новый персонал. Что значит новый? А старый куда? Куда передовиков? Кофо? Ти шо, не знаешь? А ну, Танюшу, пришли мне. Зараз я тебя познайомлю. Это Танюша. Наша проводница, передовица, рекордсменка Укрзалізниці. Одного разу собрала вафельных полетенець, больше, чем раздала. Чай 10, вафли 20. А если я не хочу чай? А я кого-то спрашиваю. Танюша, знаёмся. Це Улебан. Я вижу. Не, він приїхав консультировать нас из Германии. Ты була в Германии? Только дед. Він не звертайте увагу. Вона тік із рейсу. Трое суток в плацкарте. Поэтому она ещё чувствует себя хозяйкой. Das ist kaputt. Чё? Das ist auf kataastrof. Так не может викнатить проводник. Проводник — это лицо компании. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Das ist klas! Nein, 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 nein. Чё? Проводник должен викнатить так. Встречайте, эталонный проводник Deutsche Bahn. Greta. Greta, bitte. А шо ты лыбишься, как будто весь чай продала? Я вибачаюсь, шо оце, о така вот Грета буде ходити по нашему поезду і заспокоювати заробітчан, які бухають, шо, з тої вечора? Я? І як це вона зробить? Грета, bitte. Я посмотрю на часи, скажу, ай-яй-яй, как поздно, ложитесь в кровать. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Да ты скорейше дун их сама в постель ляжешь и жены заспокоятся. Танюша? Я продам им баклажку теплого темного пива, они повернут, и через 15 минут вагоне полная тишина. О, профессионал. Травду видно. А что вы будете делать, если у кого-то из пассажир заболеть голова? А что, Грета Будериал? Грета. У меня есть аптечка. Танюша. А если он мне понравился, то мне пофигу. Болит у него голова, не болит. Будет мой, и ночь будет горячей. Да, как в прошлый понедельник. Анчурдиген, но Грета может оказать первую помощь. Сделать искусственное дыхание, массаж сердца. Да, Танюша может с утра принести бутылочку холодного пивка. А це круче, чем тви, массаж сердца. Вот давайте я смоделирую ситуацию. Вот поезд, тики що тронувся, и вы замечаете, що по перрону бежит пассажир с шубоданами. И вот ваше действие. Я пассажир. Вы пассажир. Я пассажир. Я попросить начальник поезда остановить поезд и помочь пассажиру подняться в поезд. Класс. Танюша. Поедеш на следующем. Це укрзалиснеться. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Это катастрофа. Чого? Тут реформы не помогут. Грета, запирайся. Ми уїжджаєт в Германию. Так. Ты на поезде, на самолете, чи на машине? Конечно, на поезде. А билеты купив? Най. Ты шо, билетів вже два місяці як нема. Підійдеш в депутатську кассу і скажеш, що ти адгіані. Понял? Най-най. Це корупція. Ми пішком пойдемем. Так. Крета. Куди пішком? А як же ж ви дойдете до Германии пішком? Нічо. Мой дед дошел, і вони дойдуть. Танюша! Пойдем, пойдем. Пойдем. Здрасте. Можно? О-о-о! О-о-о! Вот тот самый крутоголов, который нашел в себе силы сдать всех коррупционеров. Благое дело делайте. Спасибо вам большое. Спасибо. Присаживайтесь. Пришли, так сказать, за своей бочкой варенья и пачкой печенья? Охренеть. Вот щас, ребят, прям охренеть. Президент, вообще-то, обещал 10% с того, что будет найдено. Я... Я кума сдал, я брата сдал, а вы мне тут варенье какое-то, печенье... Успокойтесь, это образно. Вы что, классику не считали? Мальчиш-плохиш, а? Чего? А, ладно. Ладно, проехали. 10% вам выплатят по окончанию следствия. А, ладно. А сейчас наша задача защитить вас по государственной программе защиты свидетелей. Да. Нужно скрыть вас от преследования, понимаете? Да, да. Вот, давайте паспорт. Да, конечно. Вот, пожалуйста. Спасибо. Пожалуйста. А вы тут на фотографии такой молодой, худенький такой, с волосами. Да. Что, успели уже внешность поменять? Да нет, это 10 лет во власти мою внешность поменяли. А, ну, понятно. Вот так. Как-то вы спокойно отреагировали. Да? Да, вам паспорт порвали. Люди обычно валидол пьют, за сердце хватается. А вам как все равно, что ли? Да, чего нервничать? У меня еще два есть. Один кипрский, другой израильский. Тогда нужно их тоже уничтожить. А, сейчас! Не волнуйтесь так, это для вашей защиты. Конечно. Вообще-то, два этих паспорта и так неплохо меня защищают. Послушайте, ну так положено по протоколу. Понимаете, мы должны создать вам новую личность. Для этого старую надо уничтожить. Ну да, да, согласен. Вот, держите. Давайте. Так. Так. Пожалуйста. Да, это израильский. Его хрен порвешь. А, да. Герш Рёдер, это к вам. Это очень резкое обрезание связей. Так надо. Ну, вы так не волнуйтесь, мы для вас сделали уже новый паспорт. Да. Теперь вы полноправный член общества, новый, так сказать, гражданин Акакий Задов. Как Акакий? Какой Акакий? Да вы не волнуйтесь-то. Да я не хочу быть Акакием, тем более Азадовым. Вы что? Я понимаю, понимаю вас. Но дело в том, что вся легенда разработана исключительно под Акакия Задова. Все службы в курсе, все работают. Вы у нас далеко не первые Акаки, не переживайте. Нет, я, конечно, знал, что в этой стране все делается через задницу. Но что, вот так вот прямо буквально задов. А как вы будете мою внешность изменять? Что, оденьте парик, очки и усы? А я смотрю, вы с нашей программой частично ознакомились. Так, ваша новая прическа. Ваша новая внешность. Я новый человек. Что это за... Да не буду я это одевать, вы что? Поздно, Задов. Да. В смысле, поздно? Вы еще хотите сказать, что все уже в курсе, что я всех сдал? Черт! Черт! Блин. Не волнуйтесь так. Именно с этого момента вы переходите под нашу защиту. Ну, как, не прям с этого момента? С понедельника. Тут выходные, а подписать некому, понимаете? В смысле с понедельника? Так а за выходные меня могут пристрелить? Волнуйтесь, никто вас не пристрелит. Мы к вам приставим личного телохранителя. 13-й, заходите. Государственный охранник Государственной службы охраны. Это не может быть мой охранник. Это неправда. Апфи! Спокойно. Спокойно, спокойно. Правда? Видите? Да вы что, шутите, что ли? Да посмотрите на него. Он кого-то хоть в жизни защищал? Конечно, он защищал очень хороших людей. Прямо очень хороших? Ну, об этих людях либо хорошо, либо никак. Подождите, а у него какие-то сверхспособности есть? Да вы не волнуйтесь так. Это подготовленный человек, у которого есть абсолютно все средства для вашей защиты. Какие, например? Например, свисток. Да. Свисток? Да. Свисток. Свисток. Это, по-моему, это не по протоколу. Но дай ему помочь. Черт. Ложи. Ааа. Все? Спасибо. Так. Все, обошлось. Хорошо. Не волнуйтесь, у него есть еще электрошокер. Электрошокер у него? Да, все, все. По крайней мере, размножаться он больше не будет. Так бывает. Наверное, неудачно взял. Но вы не волнуйтесь, он прошел экспресс-курс рукопашного боя на ножах. В спецназе? В Ютьюбе. Слушайте, ну его нафиг, он еще кого-то поранит этой штукой. Ты, паритурок! Ай! Ты идиот, что ли? Он меня порнул, вы видели? Отвали от меня! Извините, у меня еще пистолет есть! Убери ствол! Убери ствол! Убери ствол! Убери ствол! Пацана, свали! Да ладно, ну... Да что вы... Я умею! Значит, я... А, нога! А это могла быть моя голова. Ну, максимум нога. Смотрите, значит, я отказываюсь официально от своего телохранителя. Пускай он ищет себе другую работу. Да-да, мы ему передадим. Кстати, по поводу работы. Да! Мы вам нашли прекрасную работу. В поликлинике МВД. Помощником проктолога. Акакий Задов? Помощник проктолога? Прямо... Прямо все звезды сошлись. Я, конечно, знал, что меня будут прятать, но что, прям так глубоко? Вы не волнуйтесь так. Зарплата там достойная. Четыре с половиной тысячи. Долларов или евро? Помощник проктолога. Акакий Задов может получать только в гривне. Так. Знаете что? Я отказываюсь. Да что вы сразу отказываетесь? Там прекрасные вакансии еще были. Если вам не нравится проктолог, пожалуйста, асинезатор. Нянечка в детском саду. Зарплаты идентичные. То есть при всех раскладах я по уши в дерьме, да? Класс. Нет, спасибо, не надо меня защищать, я лучше сяду в тюрьму. Сколько там за эту коррупцию дают? Ну, в том-то и дело, что пока нисколько. Закона такого нет. Еще пока никто не сел. Да. Фак! 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 Идиот! Я должен был заподозрить что-то неладное. Еще тогда, когда вы сказали, мы по-тихому тебя привезем в суд и одели мне на голову ведро. Все. Так, Зада, вы успокойтесь. Мы, между прочим, тут хотим вас защитить. И не только вас, кстати, но и вашу семью. Я умоляю, только семью мою не надо защищать, пожалуйста. Успокойтесь. У вашей жены будет новая фамилия, новая шикарная внешность. И дом в Испании. В Испании? А подождите, вы программы не перепутали? Может, у нее еще и ол-инклюзив и трансфер из аэропорта? Да, это входит в пакет ее охраны, которую, кстати, оплатил ее новый муж. У нее новый муж? Олигарх, представляете? Настоящий олигарх? По легенде. Наш оперативник под прикрытием. И поверьте нам, он справляется с вашей женой. Слушайте, а она что, даже не была против? Вот это он. Только за. Вот, сучка. Кстати, по поводу вашей собаки. Да. Не волнуйтесь, с ней все в порядке. Мы ее усыпили. Да. Повезло, сучке. Вы не любили собаку? Я про жену. Подожди, как собаку, что, усыпили? По легенде. Но она работает у нас в отделе по борьбе с наркотиками. Получает тысячу евро в месяц, потому что кто-то ее неплохо поднатаскал, а? Вот тварь. Кстати, по поводу вашей тещи. Ранее известная, как Эвелина Адольфовна Клещ. А почему ранее? Потому что теперь она заново Эвелина Петровна. Заново? Подожди, мы что, с ней теперь родственники? Она ваша жена. Вы! Вы! Гениальная! Вы шибанутая! Вы чего? Да как так? Да послушайте, мы просто хотели, чтобы вы быстрее адаптировались к сложившимся ситуациям. Понимаете, чтобы рядом с вами был родной и близкий человек. Так а где мы здесь жить-то будем? На конспиративной квартире. В Киеве. Крыжа опали? Блин, еще и у нее на родине. Черт! Подождите. Нет. 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 Я просто свалю из этой страны. Вы не сможете. Вам нельзя выезжать. Из страны? Из Крыжополя. Да как же. Подождите. А мои дети? Что с ними? Не волнуйтесь, с ними все в порядке. Вы их тоже усыпили? Вы совсем, что ли? Вы совсем, что ли? Шлобые. Напомните, кстати, ваши дети, кажется, в Лондоне учились. А почему учились? Я проплатил учебу на пять лет вперед. Это вы поспешили. Но есть радостная новость. Теперь они учатся в Крыжопольском национальном медицинском техникуме. А? Лучше бы вы их усыпили. И они, кстати, оба пошли по стопам отца. Политология? Практология. Задов. Углубленный курс. Можно я сам себя буду защищать? Вы дайте мне эти 10 процентов. Да не надо даже 10. Пять. Я на эти деньги куплю себе маленький скромный островок в Тихом океане. Построю себе маленький домик на тысячу квадратов. И буду оттуда всей душой любить Украину. К сожалению, это не в нашей компетенции, да. Хорошо. Давайте так. Вам 2 процента, мне 3. Давайте. Вы что, нам взятку предлагаете? Да, да, да. Вы что, в тюрьму захотели? Задов. Нет, Задову в тюрьму вообще нельзя. Нет, нет, вы меня не возьмете. Я просто свалю. Я просто убегу, и вы меня хрен найдете. Боюсь, у вас это тоже не получится. Мы вживили в вас маячок. Куда? В нос? В ухо? В зуб? Куда? Догадайтесь. Задов. Вы сволочи! Я до вас доберусь! Я найду на вас управу! У меня, между прочим, любовница в высших чинах! Вы имеете ввиду Мельникову Ольгу? Откуда вы ее знаете? Ну, мы не хотели вам говорить, но Мельникова Ольга, ваша любовница, это тоже наш сотрудник. Майор Олег Мельников. Так это был не пальчик. Это был жучок. Задов. Господи! Как же это я... Послушайте, ну, про 10% это же правда. Вы же мне их отдадите? Возможно. Ну, что значит возможно? Ну, понимаете, 10% получает человек, который сдал коррупционеров, а сдал их некий гражданин Крутоголов. Да. А вот какое отношение Акакий Задов имеет к этим деньгам? Следствию еще предстоит разобраться. А, непонятно. Я склею! Я склею свой паспорт! Задов, куда же я вижу вас? Яна, 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 просыпайся! Быстрее просыпайся! Это вопрос. Что это? Жизни и смерти. Какой? Черт, потери. Ты что, решил кардиограмму на дому сделать? Нет, Яна, это полиграф. Я взял на один день потренироваться. Ой, это ты что, новую ролевую игру придумал? Это не я, это наш президент придумал. Сегодня половина Верховной Рады будет дома с женами играть в одну и тоже ролевую игру. В смысле? В коромысле, Яна, что непонятно? Нас завтра всей фракцией отправляют на полиграф. Ой, я тебя умоляю, но ты же каждый год ездишь на этот полиграф, и все нормально, здоров. Яна, полиграф и флорография – это две разные вещи. Здесь что-то не то ляпнул, все, нафиг из фракции, нафиг из партии, нафиг из парламента. Я тебя умоляю, ну может они опять решили там что-то пошутить, там повеселяться и замнут. Не замнут, это ж необычное кнопкодавство. Тут все серьезно. Вон Ковальчука, помнишь? Ну, со страусиными фермами. Ну? Все, взяли за яйца. Страусиные? Если бы, Яна, если бы. Я спать. Что значит спать? А вопросы я себе что, сам задавать буду? Какие вопросы? Да любые, я не знаю. Спроси меня что-нибудь. Окей. Можно я спать? Яна, ты что, не понимаешь, что ли? Я если вот эту вот хрень не пройду, ты будешь спать где-то на улице еще лет 20. А, прям настолько все серьезно? Настолько. Окей. И как оно работает? Я не знаю, оно как-то считывает пульс, и если пульс прыгает, то значит человек нервничает и скорее всего врет. То есть ты во время нашего секса врешь? Яна, во время нашего секса я вообще сплю, давай быстрее. Так, что, что? Да любой вопрос. Просто любой вопрос? Вот любой? Любой. Хорошо. Ты брал взятки? Яна, блин! Черт! Ты что с козырей-то херачишь, а? Блин! У меня пульс сейчас 220, ты посмотри. А, это напряжение. Ты понимаешь, это главный вопрос. До него нужно вырасти, надо потренироваться как-то. Хорошо. Попроще что-то. Хорошо, попроще. Ты давал взятки? Яна! Да смени ты пластинку, черт подери. Ладно, ну не знаю. Тебе нравится президент Украины? Да. Какой из шести? Яна, что тебя в крайности-то кидает? Как ни в одну, так в другую. Спроси обычный вопрос, я тебе прошу. Хорошо, обычный, окей. У вас в партии есть геи? Да что это за звук? Я не знаю, это прибор. Я вообще не в курсе, какие он звуки издает. Я просто переживаю, что тебя могут наказать. Поэтому хочу узнать, есть ли у вас партии геи. Яна, да где их сейчас нет? Задавай, ну какой-нибудь простейший вопрос. Самый простой. Хорошо. Сколько стоит хлеб? Окей, простой, но такой, чтобы я знал на него ответ. Сколько стоит Майбах? Ну не такой простой, Яна. Ну тут каждый дурак в Раде знает. Ну, что-нибудь серьезное, да? Давай что-то посерьезнее. Ты мне изменял? Яна, я серьезно? Я тоже серьезно. Ты что, не понимаешь? На кону наше будущее с тобой, а ты спрашиваешь какую-то фигню. Вот из-за этого будущего я и спрашиваю, изменял ли ты мне? Яна, пожалуйста, простой вопрос, который тебя не касается. Хорошо. Какой у тебя пин-код от карты? Причем здесь пин-код от карты? Да при том, что когда я у тебя его спрашиваю, ты всегда мне отвечаешь, этот вопрос тебя не касается. Яна, там очень сложная комбинация цифр, ты все равно не запомнишь. Четыре ноля? Нет. Четыре единицы? Нет. Один, два, три, четыре? Яна, ты что, собираешься перебирать все цифры в мире? В конце-то концов спроси меня что-нибудь про солнышко, про травку, я не знаю. Солнышко, ты куришь травку? Да. Яна, ты что-то не опалишь-то? Давай, простой вопрос, соберись, пожалуйста. Тебе нравится Ирина? Какая еще Ирина? Ну, ты в интернете все ее фотки лайкаешь. Яна, я тебя прошу спрашивать простые вопросы о семье, о возрасте, вот что-то в этом роде. Сколько Ирине лет и почему она разбивает нашу семью? Яна, господи, да что ты прицепилась-то вообще? Я прошу тебя задать вопрос, связанный с моей работой. Хорошо. Кем у вас работает эта Ирина? Вот этот вопрос вообще никого не интересует. Ну как это? Всем же будет интересно, кто с кем спит у вас на работе? У нас на работе вообще спать запрещено. У вас и проституток заказывать запрещено, но заказывают же. Яна. Ты не заказывал проституток? Нет. Ой, а что же это за звук? Да я понятия не имею, может он вообще не работает, этот при... Ирина проститутка? Яна. Ирина это, это член нашей партии. Ирина политическая проститутка? Ты лишал ее депутатской неприкосновенности? Прекрати, Яна. Так, возьми свой телефон и задай мне любой вопрос из интернета. Любой? Любой. Окей. Оцените себя по десятибалльной шкале, насколько вы странный. Другой любой. Представьте, что вы карандаш и попали в блендер вашей действия. Яна, дай сюда телефон, я его выброшу сейчас. Да что ты нервничаешь, господи, да возьми ты и выпей успокоительное. Не могу я выпить успокоительное, у нас кровь на анализы берут. Да, вас реально как-то обложили. Еще как, если они еще узнают, что я у тещи квартиру арендую, мне капец. Слушай, ну тут в интернете пишут, как можно обмануть полиграф. Ну? Просто очень-очень сильно нужно сжать мышцы сфинктера. Сфинктера? Задницы. Я знаю, что такое сфинктер. Конечно, ты же работаешь в Верховной Раде. Яна, я как только узнал про этот полиграф, у меня этот сфинктер так сжался, что у меня ноги короче стали. Продолжим. Ой, я даже знаю, кто пишет. Нет, это не Ирина, это из фракции. О, кто-то слил все эти вопросы на полиграф. На, задавай вот эти. Вы действительно фамилия, имя, отчество? Яна, ты не могла бы подставить мою фамилию, имя, отчество? А, да. Вы действительно крутоголов Егор Григорьевич? Да. Вы действительно работаете в Верховной Раде? Да. Вам действительно 39 лет? Да. Блин, какие тупые вопросы. А про карандаш в блендере получше, да? Вы действительно переспали с Ириной? Ну-ка, дам сюда телефон. Яна, здесь такого вопроса нет. Здесь спрашивается, был ли я в Крыму. Так вот, нет. Нет, не был или нет, не спал? Нет, не был. Значит, спал. Нет, не был. Вам предлагали секс за деньги? Что? Что опять за звук? Что с этим аппаратом? Я не понимаю. Черт, что это за вопрос? Я опять что-то придумала. Действительный вопрос. Это кто прислал? Черт. Это Джокер. Блин. Какой Джокер из фильма? Из оппозиции. Черт. Нет, это все не работает. Ты ко мне слишком хорошо относишься. А там будут люди, которые мне будут задавать вопросы. Так вот, они меня ненавидят. И я их тоже ненавижу. Вот такой мне человек нужен. Не человек, а мразь. Мама. Что, пузатый? Взяли тебя за твою толстую задницу, а? Мама. Что, мама? О, судя по проводам, готовимся к казни на электрическом стуле. Мама. Мам, послушай, у Егора завтра тест. На беременность. Да тут все видно, 20-я неделя. Мама, ну, теста честность. Какой нахрен тест? Вы там у себя работаете? Или продолжаете фигней заниматься? Мама. Мам, завтра у Егора допросы, нужно его как-то к этому подготовить. Допрос? Да. Да не вопрос. Сейчас подготовим. Хороший мой. Говори, брал взятки, а? Можешь не отвечать по твоей наглой морде, вижу, что брал. Евгения Валерьевна, а вы уверены, что вы поняли задание? Здесь вопросы задаю я. Мамочка, а ты просто не с того вопроса начала. Яна, я всегда начинаю с главного. Говори, где бабки хранить, а? Вороли ягки именно подельников, говори, кобель. Я не знаю. О, врет, котина. Мама, спроси, кто такая Ирина. Кто такая Ирина? Я не знаю. Врешь, скотина. Яночка, неси утюг. Это зачем утюг? Не надо. Сейчас эта скотина все скажет. Не, не, не. Тяжело в учении, легко на нарах. Не, не, не. Говори, скотина, брал взятки. Ай, больно. Ай, больно. Он даже не подключен. Ай, больно. Яна, он у тебя не только брехло, но еще и ссыкло. Говори, брал. Я брал. Спал. Спал. Пин-код. Один, два, три, четыре. Я встала. Мамина школа. Быстро ж ты раскололся. Тут я на корытостирке. Тебе, Егорка, еще тренироваться и тренироваться. Да почти вы обе. И полиграф этот тоже посол. И политика эта пошла в зобу. Я у себя в комнате. Не входите. Я плачу. Мам, откуда у тебя такие навыки? Дочь, ну, помнишь, когда наш папа нас бросал, не хотел говорить, где документы на квартиру? Ну, помню. А потом сказал. Ну? А ведь он у нас глухонемой был. Так, да, слушаю. Понял. Хорошо. Все. Да, сделаем. Так, у нас там в энергетической сфере проблемы. Нужен человек. Человек, который сможет это все решить. Может быть, вот этого туда отправим? Он из новых. Беспартийный. Нет, нет, нет. Из новых никак нельзя. Даже из старых нельзя. Понимаешь, нужен кто-то такой древний, кто-то вот такой прям динозавр. Но такой, который честный, принципиальный, который может решить любую проблему. Таких у нас в министерстве лет 30 уже не было. А, ну да, да. Здрасте. 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 А вы кто? Я покупатель. Покупатель чего? А смотри, а что продаете. Как говорится, у вас товар, у нас купец. Так, покупец. Вы, наверное, что-то напутали. Здесь не рынок, здесь государственное учреждение. Так мне же как раз и нужна государственная должность. Какая должность? В принципе, пофиг. Главное, чтобы прибыльная. Чтобы я вот так вот сейчас чемодан, а через год мне 10. Ну, понятно. Охрана! Не, не, охрана это мелко. Мне куда-нибудь в экологию, там, в таможню, в земельный ресурс. Вот туда куда-то. Вы что, действительно думаете, что сегодня можно купить какую-то должность? Так, все так делают. Это реально удобно. Вам за это прям респект. Раньше вот это вот надо было упырёныша какого-то в церкви крестить, с кумовьями там бухать, поздравлять их с праздниками. А сейчас всё чётко. Заплатил сколько надо, гребёшь сколько можно. Я бы на вашем месте уже сайт открыл. Какой сайт? Ну, этих, сайт продаж. Назвать его там типа братоткат.ua. И всё, и конкретно человек заходит туда, выбирает должность, в корзину, продолжит покупочки. Всё. Мужчина, мы должности не продаём. Это вот сейчас вы не продаёте? У вас переучёт? Или обед? Или закончились? А когда подвезут? Мы должности вообще не продаём. Ну да, ну да. Ладно, пацаны, вот тут 2 миллиона. Давайте, деребаньте. И камон. Вы чего сюда принесли наличку? Ну, я могу, в принципе, на карту скинуть, но можно ж 5 тысяч только обналичивать в день. Вы ж заебегаетесь в банкомат. Послушайте, в нашей стране должности не продаётся. Ага. Оп, продано. Всё. Я пошёл работать на благо народа и своего кармана. Конкретно. Вы слышите себя? Вы же бред несёте. Чё это бред? У меня он кум вообще должность губернатора на ОЛХ купил. Где? Где? На ОЛХ объявление, должность губернатора. Он сначала думал, что это, это, зэки по телефону разводят. Оказалось, что, да, зэки, но не разводят. Сейчас с губернатором работают. А шо, а шо вы стремаетесь? У вас шо тут, прослушку поставили? Или каморы? Шо? Так, я звоню в полицию. А не, полиция это тоже мелкаш. Вообще, у меня вот карифан купил сейчас должность начальника полиции. Я говорю, не надо покупать, возьми в аренду на один день. Тебе шо там, наркоту порешать и всё. А он не отмечтать детство. Ну, купил, сейчас продать никому не может. Вообще лоза. Так, эм... Уберите это отсюда, Варк. Шо такое, шо, мало? Вы так и скажите, мало там ещё. Нет, это не мало. Ну, не мало, всё равно берите. Чтоб у меня такая, ну, должность прям, должность, должность была. А на сдачу можете жену мою сделать там прокуроршей или судьёй. Слушайте, можно я вам задам один вопрос? О, анкетирование, давай. Вы сумасшедший? А шо, обязательно быть сумасшедшим? Хотя да, посмотри на Верховную Раду. Окей, сумасшедшим так сумасшедшим. Только я за эти бабки хочу быть прям самым шибанутым. Прямо... Чтоб все, все такие... Может, вам сразу в президенты податься? Точняк! О, может, я не дорос ещё? А, ладно, возьму на вырост. А шо, почём? Сериал снимать будем? Какой сериал? Вы посмотрите на себя, вы не подходите ни на какую должность. Это шо, из-за фигуры шо ли? Ты, ты скажи, если должность жирная, я поправиться могу? Не вопрос, могу и похудеть. Через месяц буду как Николаевская корабельная сосна. Слушайте, единственное, что вы у нас можете купить, это камеру в СИЗО. Да это я купил уже, фигня. Сейчас в аренду сдаю. Блин, говорили, что весной всех будут сажать. Я приготовился, жду. А шо? А где? Камера пустует, я коммуналку плачу. За шо кому, я не понимаю. Слушай, может, в НАБУ его? Точняк, начальником НАБУ. Шо бео такое сижу. Бу-бу-бу. А все на-на-на. Бу-бу-бу. На-на-на. Бу-бу-бу. На-на-на. Бу-бу-бу. На-на-на. Вы не так поняли. Вас посадят. Это тоже обязательное условие? Типа сейчас посадят, потом должность? Нет, это раньше так было. Сейчас все по-новому. А по-новому это как? Так, сначала должность, потом посадят. Так это по-старому. Так, послушайте, у вас нет никакого опыта. Ты че, как это нету? Алло, я в школе в КВН играл. Я могу и корпоративчик, и свадебку провести, и конкурсы всякие. Да нет, вы не соответствуете профессиональным качествам, которые мы требуем. А я не понял, а че это сейчас только на мне появились какие-то требования? Раньше как-то всех подряд брали. А сейчас какие-то требования? Алло. Вы посмотрите на кабины в Верховную Раду. Там же Клондай для стерилизации. Не-не-не-не, это коррупция. Уберите. Мы, между прочим, одной ногой в Европе. А-а-а. Понятно, давай. Что вы делаете? Зачем вы штаны снимаете? Ты же сказал, одной ногой в Европе. Я был готов к этому вопросу. Давай, только не ногой. Так, я не это имел в виду, оденьтесь. Что? Слушайте, мне вот просто даже интересно. Какую вы должность хотели купить? Ну, в идеале, конечно, это богопомазанника на земле. А-а-а. А мы не занимаемся делами церкви. При чем тут церковь, Алло? Я про министр МВД. Ничего себе вы замахнулись. Ладно, президент, фиг с ним. Но министр МВД... У нас там человек уже работает. Да пусть все работают. Я ушу трогаю, шо ли. Я просто могу быть постоянным оплачиваемым отпуском. А, слушайте, если вы думаете, что вы за эти деньги можете купить какую-то должность, на которой вы ничего не будете делать, а просто получать бабло, то вы... Министр здравоохранения! Точняк! Блин, это ж кайфы какие. Вы хочешь говорить, все, карантин. И потекло бабло. Масочки, стерилизаторы, перчатки. Нет, 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 нет. Ладно, нет, так нет. Давай премьер-министра, черт с ним. Должность премьера уже куплена. Занято? Да. А, это шо, через два месяца надо обратиться, да? Почему через два? Ну, обычно два месяца и все. Нет. А шо, раньше будет? А ну, колитесь, когда распродажа, а? Какая распродажа? Ну, обычно, когда объявляется распродажа должностей. Так, никакой распродажи должностей не будет. А, понятно. Как Кабмин, так только своим, да? Ну, да, ну, да. Ладно, ладно, давайте туда этого. Госрезерв головой. А у вас что, есть какой-то в этом опыт? Ёбан, ты шо, я 10 лет кладовщиком отработал. У меня такие мыши. Они однажды у меня два вагона телевизора сожрали. Хочешь, познакомлю? Не надо ваших мышей, вообще, не надо. Ну, ладно, ладно, давайте так. Вот я вам, вот этот чемоданчик, а вы меня на три месяца в Укрзалезнытью, главой этой наглядовой рады. А, не надо мне три месяца. Я за месяц отобью. Давайте, договорились. Короче, давай, вызывай НАБУ. Вызывай НАБУ. Так, всем стоять! Работает НАБУ! О, попались! Все, берите его, берите его им. Вот его, вот он. Мы вообще-то не за ним. Мы за вами. Спакуем их, ребята. Не имеете права, не имеете права. Вы чего? Вы что делаете? Вы куда? Что вы делаете? Хм, интересная должность. Раздавать должности. Следующий! 23-го та 24-го квітня у Палаці Україна святкова программа «Дизель-шоу». Самая крута в Украине! Яскраві враження та нестримний сміх гарантуємо. Квитки на сайті dieselstudio.com та використання фонограми.